Вообще фитнес не менялся 43 года. Почему 43? В 80-м году Арнольд Шварценеггер занимался в Голдс Джиме вместе с основателем Голдс Джима. Этот чувак сваркой варил там тренажеры под бодибилдеров. Тренажеры такие же сейчас, 43 года спустя. Просто металл не квадратный, а более округлый. До Heroes Journey еще мы понимали, что технологии быстро меняют Customer Journeys. Нас в детстве учили не разговаривать с незнакомцами, не садить в машину незнакомцев и не останавливаться у незнакомцев. И из этих всех запретов построили огромный бизнес. Как вообще выглядит рынок фитнеса в Казахстане? Вообще рынок фитнеса в Казахстане где-то 125 миллионов долларов. И у вас уже 25 из них. И у нас 25 из них. Сейчас у нас больше инвесторов, которые хотели бы открыть Invictus Go, чем есть в доступных помещениях. Нашим гостем сегодня был основатель Invictus и Heroes Journey, предприниматель Ильяс Исстаев. Ильяс, что мы с тобой сегодня обсудили? Сегодня мы обсудили историю компании Invictus, планы компании Invictus, что такое мой бизнес Heroes Journey, как мы планируем выйти на рынок США, а именно в Нью-Йорк. Мы обсудили инвестиции, компания, которая мне нравится, инвестиционный стиль, который мне нравится. Ильяс рассказал о том, как он прошел путь от первого зала до 34 залов сегодня по всему Казахстану с общей выручкой 25 миллионов долларов, эволюция Invictus, как менялась бизнес-модель, как открывались залы. Очень подробно обсудили юнит-экономику франшизы Invictus Go, Invictus Premium. Прям подробно. Это была моя любимая часть эпизода. Обсудили стартап, который Ильяс создает. Это Heroes Journey. Как он к нему пришел? Откуда эта идея пришла? Ильяс рассказал про историю групповых тренировок в Америке и как Heroes Journey сможет задезрабнить американский рынок. Очень-очень полезный выпуск. Предпринимательство, инвестиции. Я получил большое удовольствие. Спасибо, Арман. Спасибо всем. Приветствую всех. Очередной эпизод N-Factorial Podcast. N-Factorial Podcast – это разговорные мастер-классы с вдохновляющими мастерами из разных индустрий. Медсменный спонсор компании N-Factorial School. Надежный путь к востребованным IT-профессиям. Наш сегодняшний гость – Ильяс Сатаев, основатель Invictus сети фитнес-залов Invictus и компании Heroes Journey. Ильяс, добро пожаловать. Арман, спасибо за приглашение. Да, мы с тобой пару месяцев этот эпизод собирались записать. Очень такой самый ранний наш эпизод. Я знаю, что ты там вчера, у тебя было столько встреч в Астане. Ты полетел на один день, вернулся. Я следил за твоей экспедицией. Я уже выставил тебя. А, серьезно? Да. Мы сегодня поговорим про… Хочется посвятить большую часть Invictus, как эволюцию компании. Историю компании, напишем, последних 7 лет. Ваш спин-офф в виде Heroes Journey. Почему он, на твой взгляд, имеет все шансы покорить мировой рынок. Поговорим про инвестиции в публичные акции. Поговорим про твой опыт в фуд-ритейле, да, суп-супермаркета 2. Ну вот, поэтому очень такой амбициозный план на сегодня. Давай начнем с Invictus. Расскажи про публичные цифры, которые можно поделиться. Где вы сейчас находитесь? Окей, вот год заканчивается, 2023. Мы думаем, что закроем этот год с количеством фитнес-клубов 34. Чуть больше даже получилось, чем мы планировали. Выручка в системе System Wide Sales, да, выручка в системе 25 миллионов долларов. На следующий год, наверное, планируем где-то плюс 40% сделать и так расти. До 2030 года хотим 175 клубов, в основном в Казахстане, плюс ближние зарубежья. Мы уже открываемся в Баку, ведем переговоры в Бишкеке, хотим также в Ташкент. Вот эти рынки нам интересны. Это, естественно, не в одном бренде, в трех брендах это Invictus, Invictus Go и Invictus Girls, сеть женских фитнес-студий. Вот примерно такие планы, такие цифры на сегодня. Классно. Давай поговорим про вот эти вот три продукта, Invictus, Invictus Go и Invictus Girls. Чем они отличаются друг от друга? Да, мы когда основали Invictus в 2016 году, мы были прямо в середине рынка, категорию так называем бизнес. С тех пор мы начали уходить сильно в премиум. Почему? Потому что мы улучшали продукт, добавляли, добавляли, добавляли. Ну и чтобы экономическая модель работала, приходилось там повышать цены. И мы поняли где-то к 2019 году, что мы сильно в премиум ушли. И мы видели, что в эконом-сегменте, в доступном сегменте сети развиваются, растут. И, ну, правда, они гораздо больше были, чем мы. У нас три клуба было. И мы поняли, что нам тоже нужно научиться в эконом-сегменте. Ну, вряд ли Invictus Go можно назвать прямо эконом-эконом. По цене, да, он один из самых доступных. Но по качеству это прямо бизнес, который был у нас в 2016 году. И мы сделали это в основном благодаря переходу на бизнес-модель подписки. Кроме нас, кстати, никто не делает подписку. И так родился Invictus Go. И сейчас это самая быстрорастущая сеть у нас. Самих Invictus Go из 34, наверное, где-то 22. По подписке в чем это отличие от годового абонемента? — Годовой абонемент ты отдаешь деньги сразу. По подписке это вот как прям Spotify, Яндекс, там, музыка, Apple Music, да? — Ты покупаешь посещение или покупаешь месяцы? — Нет, ты ежемесячно, у тебя с карты списывается определенная сумма. Вначале уплачивается первоначальный взнос. Потом ежемесячно платится monthly due, то, что на английском называется, да? Это ежемесячная подписка, вот, и это сработало. Вообще, как бы, если немножко в бизнес-модель углубиться, почему должна быть подписка, да? Почему нельзя просто месячные абонементы продавать? Вообще нету успешных бизнес-моделей, где месячные абонементы продаются. Почему? Потому что на самом деле, ну вот я вот давайте… — То есть если вот уточнить, получается у вас есть, если я подписан в Invictus Go, я должен платить какой-то обязательный фей за месяц, плюс еще к этой подписке. — Не обязательно, то есть первоначальный взнос платится один раз при заключении, вообще один раз, при заключении контракта он условно на 15 тысяч тенге. После этого ежемесячно с твоей карточки снимается 16 900 месяц. — Понял, понял. — Это есть наша подписка. — Понятно. — Вот, почему подписка лучше, чем продажа отдельных месячных абонементов? — Дело в том, что мы начинали вообще свой бизнес с CrossFit, и там мы как раз продавали месячные абонементы. И что нас удивляло, что даже люди, которые любили наш бизнес, любили там заниматься у нас, как только у них месячный абонемент заканчивался, они уходили там в какой-то… засыпали там на 3 месяца. Через 3 месяца, потеряв всю форму, возвращались обратно, говорили, блин, я мешком стал, надо вернуться. Еще раз на месяц покупали. И когда человек покупает месячную карту, он потом ее абьюзит. Он первую неделю там занимается 3 раза, вторую неделю 3 раза, и третью, четвертую неделю там 4-5 раз занимается. И естественно, когда он так много занимается, он уже к концу этого месяца очень сильно устает, особенно с точки зрения там ЦНС, центральной нервной системы, и говорит внутри себя, я дам себе отдохнуть до понедельника. Потом этот понедельник превращается до зарплаты, потом превращается, ладно, там до января и так далее. И в результате люди, которые у вас покупают месячные карты в среднем, даже если они успешны в этот месяц, они у вас 4 раза в год покупают. Поэтому продажа месячных карт в фитнесе, как бизнес-модель, это самообман. И многие фитнесы в Казахстане этого не понимают. Фактически вы меняете дефолтные настройки в мозге пользователя, потому что если вы продаете абонемент, то ему приходится принимать решение каждый месяц, продолжать или нет. Если я на подписке, мне не нужно принимать решение. Уже я опт-ин. Знаете, решение-то принято, решение-то всегда за фитнес, но находится много других причин, которые возникают в жизни у клиента, из-за которых они выбирают сразу не продлевать. И они обычно, ну как бы их называют отмазками, да. И если человек не ходит на фитнес, если позвонить ему с точки зрения там кастомер-девелопмента или кастомер-интервью, вообще нельзя добиться каких-либо внятных результатов. Ответы всегда одни и те же. Командировка, скорее всего, это ложь. Ребенок заболел, я приболел. Ты вчера два раза сходил в зал, хотя у тебя был там везде напичкан с речами. Да, мне надо было делать презентацию в зале, поэтому я сходил два раза в зал вчера. Но я не советую два раза сходить. Месяц на абонемент на месяц работает, а подписку он может тоже в любой момент отменить? Или как это работает? Он может отменить, но не отменяет, потому что она автоматически постоянно у него будет списываться. Самое главное, подписка дешевле. Из-за того, что мы знаем, что LTV клиента по подписке больше, мы можем дать дешевле. Вот если взять пример Invictus Go, он стоит 16 900 в месяц по подписке или 35 тысяч в месяц. Абонемент? Да. Настолько мы можем... Абонемент можно тоже покупать месячный? Да, да. Ну это 35 тысяч, это такой штрафной абонемент. Понятно, понятно. Ну если надо, то окей, типа. И годовой абонемент тоже можно купить? Годовой тоже можно купить. Какая стоимость Венитузова? 195 тысяч. Понятно. Ну сейчас, видите, как бы, если на тот момент, когда мы это создавали, это прям было нашим конкурентным преимуществом, появление Каспера срочки полностью уничтожило это преимущество. Поэтому у нас сейчас нет преимущества в бизнес-модели. Наоборот, мы сейчас лучше интегрируем там Каспера срочку как часть продукта, и сейчас у нас где-то 80% подписка, 20% Каспера срочка, мы хотим 50 на 50. Каспера срочка на годовую карту. Да. По сути, это де-факто как подписка. Если говорить про Invictus Girls, в чем заключается этот продукт? У вас уже они запущены? Да. Invictus Girls – очень интересная история. Опять-таки, как я сказал, мы видели, что мы выпускаем там средний сегмент, доступный сегмент, и чтобы ответить на эти стратегические там риски, мы открыли Invictus Go. Мы тоже самое видели с женским сегментом. Мы видели, что развиваются разные сети. Именно когда бизнесы становятся сетями, можно предположить, что они зарабатывают, потому что модель одного клуба еще ни о чем не говорит. И мы подумали, что есть Product Market Fit, и мы не знали, какой он, мы не знали, кто там кастомер. Мы просто, честно скажу, тупо скопировали. Мы подумали, что наш сильный бренд сделает работу, и мы сможем привлечь клиентов. И появился франчайзи, который согласился взять на себя этот риск, на нем там обкатать бизнес-модель. Мы ему, правда, там и не паушальный взнос, ни роялти не брали. И он, взяв на себя риски, мы с ним открыли первый Invictus Girls в Астане. И его гипотеза, и наша гипотеза была в том, что Invictus Girls – это для таких девушек, женщин, которые почему-то ограничены в свободе. Не обязательно, потому что есть муж, который там запрещает. Такое тоже есть, да? Ну и потому что, например, они чувствуют себя в данный момент неуверенно и не хотели бы ходить там в Invictus. Потому что мы такое тоже часто слышали. С чем связана эта неуверенность? Ну, с лишним весом, например, да? Или там с какой-нибудь пост-natal depression, да? И мы думали, что это история о ограничениях. И ранее сигналы подтверждали эту гипотезу. Например, на предпродажах приходил мужчина в Invictus Girls. Говорил, так, здесь точно мужиков не будет? А наш франчайзи мужчин. Ты тоже здесь не будешь? Он говорит, не-не-не буду, все, ладно, беру. Мы такой, о, все понятно. Потом, когда мы открылись, да, какой-то процент был там и девушек в хиджабах, или как они называются? Хиджаб, да? Да. В смысле неполный, да? Да. И были девушки, которые почему-то так или иначе были ограничены своей свободе, да? Но большинство девушек оказались молодые, красивые, уверенные в себе девушки. Еще молодые. Вот моложе, чем в Invictus и в Invictus Girls. Это вообще для нас стало непонятным. И наш франчайзи очень злился. Он говорил, это из-за вашей рекламы. Вы там в рекламе сделали девушек. А мы в рекламе сделали девушек, потому что мы опять-таки скопировали рабочие рекламные компании вот этих конкурентов, которые показывали продакт-маркет-фит. И мы говорили, блин, не знаю, типа. А потом для нас стало очевидным, что это не история о ограничениях, это о свободе от... Очень интересно. ...внимания, и это прям для нас взрыв был. И реакция нашего франчайзи, это тоже, когда вот не стартап-подход используешь, а вот в голове задумал, да, какую-то стратегию, эксекьютишь ее, и она у тебя не так получаешься, и ты злишься. И пытаешься, наоборот, изменить рекламу, изменить, чтобы вернуть именно к картинке, которая у тебя была в голове. Да. Это для нас прям очень классный урок. 34 у вас зала, 22 из них это Go. Какой там Premium и Girls как это выглядит? Так, Invictus'ов, по-моему, где-то 8, значит, Go больше. Go еще, наверное, плюс 2, 24. А Girls у вас сколько? Girls сейчас 2. 2. Третий открывается в Астане. Как вы географически расширялись, вот если говорить, с 2016 года? Географически мы открылись сначала в Алма-Ате, два клуба, третий клуб в Астане. Вот в связи с этим я переехал в Астану, потому что там прям огромный клуб был, с BI Group, там для нас прям рывок был. Если наши предыдущие клубы были 1000 квадратов, 1700 квадратов, то этот клуб уже 6000 квадратов был. И поэтому вот развитие франчайзинга Invictus' Go, он тоже в Астане начался. Мы вот открыли первый Invictus' Go в 2019 году в Астане, 1 мая. Потом в октябре открыли в Алма-Ате, и второй Invictus' Go опять открыли в Астане. И вот так получилось, что на сегодняшний день у нас самый быстрорастущий рынок – это Астана. Основная причина – это доступность помещений. То есть в Алма-Ате найти коммерческое помещение, особенно в 2023 году за адекватную цену, это очень-очень-очень сложно. Как вообще выглядит рынок фитнеса в Казахстане? Поговорим про мировой рынок позже чуть-чуть, когда говорим про хитер-джоник. С точки зрения вовлеченности, наверное, около 2% населения имеют абонементы. Это мой educated guess, потому что, как вы, наверное, понимаете, нет никакой статистики. Эта цифра хорошо выросла, потому что, скорее всего, до ковида она была ниже. Мы иногда заходим на такие рынки, где культура фитнеса на очень низком уровне. Например, когда мы в семьи зашли, первые года у нас выручка просто смешная была. Но она вот ежегодно, систематически росла, 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 и до сих пор продолжает расти. Это как раз история о том, что, заходя на такой рынок, где фитнеса практически не было, мы создаем фитнес впервые на таких рынках. Вообще, даже в небольших городах, ну, не обязательно как в семье, но, может быть, как Караганда, процент занимающихся фитнесом даже на развивающихся рынках, как Казахстан, может быть 6-8%. Я это говорю не просто так. Допустим, в развитых рынках, типа США, там 20%, 22% есть, да, самый рекорд это в скандинавских странах. В России есть городок, по-моему, Нижний Новгород или Ростов, не помню. Нижний Новгород, кажется. Туда федеральные фитнес-сети давно зашли, и в результате фитнес-культура давно появилась. И там вот процент проникновения 6-8% как раз. Если там так можно, то очевидно, что в Алмате, в Астане тоже так можно. Ну, если так оценивать рынок, то это примерно 400 миллионов долларов, да, там, суммарно? Думаю, он станет таким. В данный момент, я думаю, что вообще рынок фитнеса в Казахстане где-то 125 миллионов долларов. И у вас уже 25 из них. И у нас 25 из них. Но при этом рынок растет, как ты видишь, динамически растет. Какой кагр ежегодный? Я не знаю, какой кагр, но опять-таки, да, то есть всегда зависит, как считать, в деньгах или в штуках, да. Если в количестве людей, он, естественно, систематически растет, да. А когда ты считаешь в деньгах, всегда есть вот какие-то, как это называется, конкурентные силы, да, которые могут снижать средний чек, да. Вот, и то, что он в количестве людей будет расти долго-долго, тут даже не надо, там, речь не только о вовлеченности, даже если вовлеченность не так сильно будет расти, речь даже в том, что, например, наши родители гораздо меньше занимались, чем мы, миллениалы, да. Но поколение Z будет гораздо больше заниматься, чем мы, миллениалы, потому что они еще, там, с 15 лет, там, жили в инстаграмовском, там, вселенной, где фитнес является одним из четырех вещей, которые обязательно надо показать в инстаграме. Остальные три какие? Завтрак с авокадо, особенно если поездка, если это, особенно, Мальдивы куда-нибудь, и, ну, фитнес, как я сказал. Четвертое, вот, не совсем очевидно, но это тоже так, это если тебе систему делают. Почему? Не знаю. То есть это значит, что ты заботишься о своем здоровье? Вряд ли. Пожалейте меня. Пожалейте меня. А-а-а, вот оно что, люди хотят жалости, понял? Да. Давай поговорим про, хочется написать такую каноническую летопись, да, инвиктуса. Давай начнем еще до инвиктуса с кроссфитов. Да. Как вот все это начиналось, как появилась еще идея открыть кроссфит? Я тогда занимался супермаркетами, был CEO, и мои друзья открывали кроссфит, ну, вернее, не только они, я тоже, я там был 30-ти процентным владельцем, то есть миноритарием, но как ментор я им помогал в части бизнеса. В общем, мы открыли первый кроссфит в 13-м, по-моему, осенью, в сентябре. Да, в 13-м. Кроссфит остана. Да, мы вот по цифрам, если говорить, курс совершенно другой был, ну, вот в тенге, да. 55 миллионов тенге мы вложили в первый зал, и этот зал в результате там через 4 месяца начал давать 15 миллионов тенге выручки при 7 миллионах расходов, то есть 8 миллионов мы ежемесячно зарабатывали. Это означало, что окупаемость студии там была 7 месяцев. Естественно, увидев такие цифры, мы воодушевились, там нашли следующие деньги, там начали открывать еще больше зал в Астане, там планировать открытие зала в Алма-Ате, но тогда мы не обращали внимания вообще на какие-то метрики, ну, обычные, которые… И вот в фитнесе самая важная метрика называется engagement. Engagement – это сколько средний клиент раз ходит в месяц. Вот. И на что мы не обратили внимания вот из-за вот такого роста выручки, то, что мы делали выручку на новых привлеченных клиентах, но как только они начинали свой фитнес-путь с нами, многие из них исчезали после первой тренировки. И исчезая после первой тренировки… Почему это происходило? Потому что кроссфит, он такой, то есть… И казахи, они тоже такие. То есть ему скажешь, иди вот в начинающую группу, там, короче, вместо штанги занимаешься таким пластиковым PVC, как он называется, ну, имитатором штанги. Говорит, да нет, ты что, давно в зал хожу, не буду я это делать, давай я в общую группу. И после этого там многие из них получали негативный опыт от первой тренировки кроссфита, уходили. Естественно, потом они встречали таких же людей, и вот два таких человека, которые уходили с кроссфита, посидев, могли быстро договориться, что проблема не в них, а проблема в кроссфите. И вот эта прям легенда, история, она классная стала в Астане. Особенно фитнес-тренера других клубов любили ее рассказывать, что там на кроссфите, там сажаешь сердце, ломаешь спину, там девушку… Причем каждому рассказывали свои истории. Девушкам говорили, вот такие квадры накачаешь, зачем тебе это? А там прям определенная мода на определенную эстетику начинало сформироваться, что квадры – это плохо, не знаю почему. И вот так вот быстро люди договорились о том, что… Кроссфит – это вредно. Да, а для нас рынок новых клиентов закончился быстро, и у нас выручка с 15 миллионов упала до 5 миллионов. И мы стали убыточными, нам пришлось закрыться. Такой сайд-вопрос. А кроссфит на самом деле – это миф, что он там вреден? Конечно. То есть его интенсивность, если правильно начинать для новичков, то все можно вот в рамках нормы. Сейчас я достаточно опытен, я мог бы задизайнить такой customer journey, при котором бы было медленное такое повышение нагрузок, при котором можно было бы к шестому месяцу довести людей к той интенсивности, которую мы там давали сразу. То есть грыжи и там все прочие проблемы – это обычно связано с тем, что все в одной группе, независимо от их уровня, и делают там большие нагрузки сразу с первого дня, да? Зачастую. Там особо грыж прям не было, это больше были истории. То есть бывают, конечно, люди, которые с историей грыжи приходили, и да, бывает то, что иногда там она у тебя выстреливает, ну, это жизнь, ты можешь там идти, споткнуться, и там у тебя она выстрелит, может наклониться, там она у тебя выстрелит. Просто… Вы успели, получается, открыть несколько кроссфит-залов, да? Да, мы три открыли. Три открыли. И закрылись. В каком году вы закрылись, и что делали дальше? Поскольку я там, в принципе, уже операционно не был, я уже понимал, что все идет к вот этому, я начал думать. Мне фитнес-рынок понравился, после супермаркетов мне он вообще показался и легким, и добрым таким, и приятным. Люди, общение с покупателями было в удовольствии с клиентами, и отношение клиентов к тебе было такое приятное. Почему? Это прям диаметральная противоположность отношений с клиентами в супермаркетах. Чем отличается клиент супермаркета от клиентов в фитнес-зале? Клиент супермаркета, ты слышишь только негативные отзывы. Ты, вот, что бы ты ни делал, было устойчивое мнение, что ты там зарабатываешь на недосдаче одного тенге сдачи, потому что найти монетку один тенге – это была самая большая проблема в бизнесе супермаркетов. Нам приходилось ездить там в троллейбусные парки, получать там сдачи, и то они быстро, еще они много весят. То есть там, когда ты грузишь эти однотенговые монеты в машину, у тебя там амортизатор задний садится. И то, там, за неделю закончишь, потом опять у тебя нет этих одних тенге, и потом покупатели все думают, что ты зарабатываешь на одном тенге. На самом деле, как бы, недосдача в день там составляет, может быть, 150 тенге на магазин, но это вообще не деньги. Второе, часто бывает так, что дистрибьютор привез там, может быть, товар с нарушением холодного режима или whatever reason, ну, там, один из, может быть, тысячи товаров там дома, когда открывают люди. Там плесень может оказаться, что-то может оказаться. Не потому что мы что-то сделали, у нас холодильники классные были. И люди, опять-таки, винили нас, говорили, что мы зарабатываем на просроченных товарах, там, на испорченных товарах и так далее. И вот этот, когда у нас стало там большое количество магазинов, каждый магазин тысячи покупателей в день, там, не знаю, там, 20 тысяч покупателей в день, и вот этот хейт, который шел в наш адрес, а мы тогда начинали там, инстаграм начал появляться, мы еще как дураки повесили там свои фотографии, ну, или рисунки, да, назвали ЕКГН, супермаркет, и прям ежедневный хейт, который приходил в мою сторону, это стало моей реальностью. И по сравнению с этим фитнес, он совсем другой. Если клиент успешен, то он благодарит тебя. Вот, типа, спасибо тебе, благодаря тебе у меня там все получается в фитнесе. Если он не успешен, то он винит себя. Он говорит, вот я ленивый, поэтому у меня не получилось. Поэтому тут вообще другая power dynamics, да, между... И общение, оно только приятное. Классно. Это прям для меня... Хороший контраст. Да, да. Я не скажу, что это прям сейчас кажется так важным, но в тот момент для меня это прям было очень-очень важно. В общем, тебе фитнес-бизнес понравился. И вот 16-й год, вы закрываете, да, к этому времени уже все отрезало. Как вот... Расскажи про... Вот с команды садитесь вы с доской. Мы уже не с этой командой. А, уже с другой командой. Да, я просто решил сам открыть. Понял. Инвиктус. И тут я начал уже начать не с того, что мы будем импортировать существующую бизнес-модель с Америки. Пытались спросить, что нужно там в Алмате, фитнес-рынку. Мы видели, что... Я сам был там, когда работал в PwC клиентом Fidelity, но для того, чтобы в Fidelity сходить, мне надо было полторы зарплаты в моменте отдать за годовую карту. Я видел, что куча подвальных качалок, где на тот момент там душевые были похожи больше на тюрьму, чем на фитнес-клуб. И либо ты должен был там, не знаю, сделать компромисс там со своей финансовой стороной, там накопить и отдать за годовую карту в нормальный клуб, либо ты должен был компромисс со своим чувством прекрасного сделать и идти в подвальную качалку. И мы попытались открыть что-то в середине, вот в категории бизнес, да, спросить, что хочет клиент. Вот. И так родился Инвиктус. Много общались с клиентами, прежде чем привести концепции? Нет. Мы больше смотрели конкурентов, чем общались с клиентами. То есть и в Инвиктус в результате оборудование было вот такого же уровня, как ты ожидаешь в самых премиальных клубах. Но цена, на тот момент я еще не знал этого, но мы вот месячные карты начали продавать по 25 тысяч. И Инвиктус в первый же месяц стал, даже не первый уже, вот мы открыли 16 февраля. Уже февраль мы с операционной прибылью закрыли. 16 февраля 2016 года? 16 февраля 2016 года. Много было капексов для того, чтобы открыть первый Мы его открыли ровно за 550 тысяч долларов первоначальных инвестиций, плюс еще там первый год возвращали долги, доинвестировали. Наверное, и того ушло там 700 тысяч долларов. Но именно нашего, наших денег 550 тысяч долларов ушло. А когда вы считали вот именно экономику одного зала, какой там прибег период на тот момент, на наш взгляд? Ну давайте предположим, так, курс, конечно, менялся тогда уже. Где-то было 350, наверное, было? Нет, нет, мы когда стройку делали, было 185. А, в 15 уже упал? Да. А вот когда уже мы стройку завершали, он стал 220, что ли. А, окей. 240 потом стал. Выручка опять-таки была на уровне 16 миллионов, наверное. Ну вот как в первом кроссфите, мы также около 8 миллионов в месяц сделали. 8 миллионов в месяц по 220, это сколько? До 40 тысяч, 35 тысяч долларов в месяц, 400 тысяч долларов в год, там, 2 года, наверное, где-то. Ну и вас это устраивало? Да, да. Хороший месяц. Нет, сейчас в том же клубе выручка 50 миллионов в месяц. Лайк флайк. Да, для контекста, да. Круто. Вот вы открываете в феврале 16-го, и первый же месяц он, ваше ожидание превосходит? Превосходит, да. Расскажи, вот как вы делали маркетинг, как вы привлекли первые продажи? Если честно, было очень легко, слишком легко даже. Так легко в жизни редко бывает, мне кажется. Ну, я учился в Англии, у нас там было студенческое сообщество, и я научился там в Гугле рекламу настраивать еще в 2009 году, на что я первый обратил внимание, что никто из моих конкурентов тупо не давал рекламу в Гугле. Он такой, нифига себе. Начали давать рекламу в Гугле, люди начали приходить. Мы отдел продаж начали ставить. Ну, мы не знали, как ставить отдел продаж, мы просто человека наняли, сказал, ты теперь отдел продаж. Потом смотрим, люди сами приходят и покупают, ничего не спрашивают. Мы такой, блин, зачем отдел продаж? Убрали его, короче. Почему так? Потому что ты, когда в Гугле вбиваешь поиск, ты осознанно, ты в этот момент уже близкий к конвертации покупатель. Ты не вводишь там, что бы мне поделать, ты вводишь фитнес-клуб, Бостандыкский район, whatever. И когда ты уже попал, ты уже в уме, ты сконвертированный клиент. И все, у нас там стоимость клика была смешная. Не знаю, 15 центов клиент приходил, конвертировался с вероятностью 50-60 процентов. И реклама вот так вот легко работала. Но мы начали первыми вообще не только в фитнес-индустрии, но и в Казахстане вот хорошо снимать рекламу, делать. Когда вот платная реклама в Инстаграме появилась, мы обрадовались. Мы потом первыми начали платную рекламу в Инстаграме давать. К тому моменту мы уже имели два клуба, уже отдел продаж появился, уже там систематизировали, автоматизировали, CRM добавили. Я вот помню историю, наверное, с 2018 года приходят лиды, короче, в CRM-ку с Гугла и с Фейсбука. И отдел продаж у нас настолько избалованный был, что он не хотел работать с лидами из Инстаграма, потому что ему нравились там лиды из Гугла. Теплые, да, уже? С намерением. А эти такие, а что? Где вы находитесь? Сколько стоит? Ой, дорого. Она у Манау, короче. И они такие, не. Ну это, то есть, не продажи были даже. Это просто как бы какой-то этап больше для клиента было, как справочник. Если говорить про вот 700 тысяч долларов капельсов, из них с какой процент в среднем уходит на подготовку в помещение, на оборудование или далее, какой там как-то разбивка происходит? Для разных по-разному, но мы стараемся именно, это была изначальная философия Invictus, чтобы минимум 50% уходило на оборудование. То есть топовое качество? Да, самое лучшее. Тогда мы потратили, ну 350 мы точно потратили на оборудование в первом зале. Может быть даже 400 тысяч потратили. Как вы выбирали оборудование? Какие вообще есть бренды на рынке? Естественно, мы хотели лучшее, но мы боялись лучшее, потому что вот когда мы Invictus начинали, сеть такая была, Fidelity называлась, он принадлежал Жанне Собхамбердиной. И где-то в сети гуляла статья, которая называлась «Почему хороший фитнес-клуб должен стоить дорого?» И в этой статье она рассказывала, насколько дорого стоит оборудование. Эта статья настолько произвела на меня впечатление, что я даже боялся звонить. И как-то случайно я попал или оставил заявку, не знаю, вот в компанию Life Fitness, ну это тоже топовое оборудование. И они когда мне позвонили, я даже помню, вот первый разговор я говорил, да не звоните мне, мы не сможем вас купить. Мы открываем не премиальный клуб, мы открываем там в бизнес-сегменте, поэтому даже, нет, давайте мы для вас делаем просчеты. Почему? Может быть, вы удивитесь нашим ценам. Я говорю, не удивлюсь, вообще не пытайтесь даже. Но они такие хорошие продажники были, у них московский офис работал тогда на продаже, на Алмату тоже. И я неохотно согласился им дать план помещения. И вот когда я получил первое коммерческое… Я думал, миллион долларов в год. И когда я там получил первое коммерческое предложение там на 400 тысяч долларов, я реально удивился. И я понял, что о том, что вот оборудование настолько дорогое, это миф. И потом я такой, нифига себе, ну давай тогда к Техноджиму обратимся. А у Техноджима продающий офис здесь в Алмате. Это итальянцы, да? Это итальянцы, да. Они прям тогда хорошо росли. Сейчас они абсолютные лидеры. Тогда они вот как бы собирались становиться лидером. И вот у нас выбор в конце концов был между Техноджимом и Лайффитнесом. И Техноджим отличался тем, что здесь очень такие классные партнеры, дистрибьюторы Техноджима. Такие честные, систематичные. А Лайффитнесом были очень хорошие продажники. И хороший продажник, к сожалению, часто означает манипуляцию. И зачастую с использованием техники, там НЛП. Мы тогда это не понимали, конечно. В общем, мы приняли решение купить Лайффитнес. Поддались, да? Да, поддались. И мы вот с кофаундером настроя было. Я, моя жена Игерим и Чингис решили. Ладно, там два месяца выбирали. А помнишь, какие методы они использовали? Не знаю, там дедлайн какой-то или как бы что-то? Все. То есть, по сути, они отработали все наши возражения. Любое возражение, которое у нас было, у них классный, развернутый ответ был, почему нам не стоит об этом беспокоиться. И мы решили вино выпить. Давай уже отметим, наконец-то заключили самый главный договор. И когда мы немножко вино выпили, до нас дошло, может быть, или какое-то сожаление, или грусть появилась. Почему не Техноджим? А мы Техноджим уже позвонили и сказали, все, короче. Они такие, точно, да? Почему, может, мы что-то можем сделать? Мы ничего не можете сделать, все. А потом мы позвонили Булату из компании Техноджим. Говорим, Булат, сделайте что-нибудь, верните нас. Он говорит, ладно, зал Сайкл вам бесплатно дарю. А мы еще классный такой... Что такое зал Сайкл? Тренажеры, велотренажеры для групповых тренировок. А мы еще всем рассказывали историю, что у нас там сеть будет огромная по Казахстану, хотя мы по факту один клуб собирались открыть. И из-за того, что мы показывали кроссфиты, там верили, не сильно верили, но немножко верили. И Булат подарил ему такой, все, ладно, Техноджим. Потом эти начали звонить. Давайте мы прилетим. Мы говорим, как прилетите, вы же в Москве? Да ничего, прилетим, прямо сейчас вылетим. Мы говорим, не надо, все, поздно. Мы заключили договор. Да не заключили вы договор. Давайте, не заключайте договор до завтрашнего утра, утром позавтракаем. Нифига себе. Мы такие, нет, нет, нет. В результате удалось, короче, на Техноджиме оставить свои выборы. И мы очень рады, что вот на тот этап, в тот момент. Для контекста, вот сейчас кажется это очевидным, но Техноджим вообще не был представлен в Казахстане особо. В Астане один клуб был, Winix на Техноджиме и все. А оборудование каких компаний у вас на сегодняшний день используется? Только сейчас, нет, нет, сейчас мы не используем. Сейчас мы вообще не пытаемся акцентировать внимание на оборудовании. Наш бренд, он первый. Понятно. Вот оборудование у нас есть Техноджим, итальянская Паната, американский Рок, польская Зива. Сейчас еще с тайваньским одним брендом начинаем работать. Один из моих таких любимых вопросов. Как вообще выглядит рынок оборудования спортивного? Как в нем навигировать? Как бы от ведущих мировых производителей оборудование оно хорошее. То есть 4,5-4,75 из 5. Есть, конечно, прям такие очень интересные, так сказать, тренажеры. Но они, вот Техноджим их только-только начал выпускать. Вот у компании Паната они были. То есть они самые такие интересные, все такие вау. Вот почему-то Китай не умеет производить оборудование пока. И одна из причин, они свои R&D не делают, свои дизайны не делают. Они только копируют. Ну и как бы получается, если в FIBO, самой большой выставке мира по оборудованию, там 20 китайских брендов представлено. У 18 из них одно и то же оборудование. То есть они все копируют одни и те же станки. Обычно это у Life Fitness. И все выглядит настолько одинаково, только хуже качества. Вообще никакого там интереса нету. Интересных там тренажеров нету. То есть Apple в сфере фитнес-оборудования, это Техноджим, это фитнес, да? Да. Так, а вот Android, это что? Ну так, если не обижать никого, но... Там рынок намного больше сегментирован, чем в Android. Но производители большие, это американцы, европейцы? Да, больших производителей, наверное, штук 5. Это Техноджим, Life Fitness, Матрикс, кто еще там есть? Прикор. А в Америке кто? Я вот часто Прикор напомню. Часто в Америке всегда исторически доминировали американские бренды. Такие? Ну вот Прикор, Life Fitness, Hammer Strength, кто еще? Cybex. Ну да, ты сказал Прикор, я сразу вспомнил. Да, да, да. Ну там еще свои есть. Там есть такие, которые чисто на американский рынок работают, и им этого хватает. А Техноджим вот сейчас начинает в Америке очень хорошо развиваться. Есть, например, залы, сети, которые быстро растут в Америке. Один из них это Lifetime Athletic, наверное, из больших залов, мой любимый. Вот они там сейчас уже на 60% на Техноджиме. Вернемся к 2016 году. Получается, вот вы открыли первый зал. В чем было его, скажем так, по преимуществу, в принципе, я понял. То есть это классный зал за приемлемую цену. А в чем этот классный заключался? Расскажи вот про оффер, который у вас был, сам продукт. В целом, если убрать бассейн, он был лучше или на том же уровне, как Fidelity, но за совсем другую цену. То есть там не было бассейна, но там было классное оборудование. Оборудование лучше было. Сауна. Потому что все равно Fidelity к тому моменту, там, его оборудование уже там 8 лет исполнялось, и он уже морально начинал устаревать. Сауна была, хорошие душевые были, раздевалки. То есть мы большой там акцент делали. На эстетику. Насколько в тот момент без архитектора, насколько мы могли там красиво его сделать, настолько сделали красиво. По какому адресу находился первый? Гагарина, 286. Ага. Когда вы принимаете решение открыть второй зал? Да, мы практически сразу хотим открыть второй зал. Мы знаем, что CrossFit не продержится долго, и нам нравится локация напротив Достах Плазы. Это торговый центр Самал, по-моему, называется, да? Евразия. Евразия, да. Там был раньше Fitness Blitz. И там был, Fitness Blitz есть, там был CrossFit зал, Brute Force, Самал, что ли, назывался. И мы знаем, что CrossFit сейчас обанкротится. У нас есть инсайдерская информация. Ну, в смысле, не инсайдерская, а понимание рынка, что они закроются. Мы начинаем уже разговаривать с лендлордом, но если там CrossFit половину подвала занимал, мы сказали, мы все займем. Отдайте нам. Они нам отдали. Мы хотели его открыть по франчайзингу. Мы даже вели переговоры с одним человеком. В конце концов он отказался. И поскольку уже вот проект надо было делать, удалось только привлечь equity инвестора. Это был Санжар Мустафин. Мы продали 50% компании ему за, по-моему, миллион долларов. Всей компанией? Да, всей компанией. Чтобы открыть второй зал. Да, и на эти деньги мы там вложились совместно. И он, и мы там доложили еще и открыли Самал. Он уже, туда уже миллион двести, что ли, ушло. Там было 1800 квадратов. Когда вы его открыли? Зимой 16-го? Нет, нет. Так в 16-м весне. Нет, нет, не так быстро. Мы его открыли, наверное... Осенью 17-го. Осенью 17-го. Да, да, да. Осенью 17-го. Как ты вспомнил? Я помню, я помню открытие его. А, да, да, я помню, помню. Да, да, мы осенью 17-го. Я просто вот как раз осенью мы поженились. Я как-то вот связал это с... Это был тот период. Да, да, да. Осенью 17-го мы открыли его. Где-то, наверное, в октябре. И как... Как выглядели первые три месяца? Так же, как и Гагарина, умноженные на квадратуру. 1,7 там, х от Гагарина. Прямо все то же самое было. Ну вот, я вот веду хронологию. 16-й год один зал, 17-й год уже два зала. 18-й год. 18-й год на нас выходит BI-групп, говорит, давайте, помогите нарисовать место этой парковки, фитнес-зал. Мы им помогаем нарисовать ее. Потом через какое-то время говорит, давайте вы сами откройте. Мы такой подумали, такой, ну ладно, давай сами. И благо у них проект задерживался, потому что и у нас денег не было. Но мы потихоньку уже начали хорошо зарабатывать, что-то начали откладывать. Я уже начал как бы отовсюду собирать. Примерно там миллион долларов собрал. Мой партнер тоже примерно так мог собрать. Санжар который. И нам миллион долларов не хватало. Мы хотели взять банковский займ. Для этого мы заложили Самау, Гагарина. Сам банк оценил его по миллиону долларов. Потом мы заложили… Каждый по миллиону. Да. Потом я заложил еще сеть супермаркетов А2. Его они в 2 миллиона долларов оценили. Ну ладно. Санжара попросили помещение заложить. Там 220 миллионов тенге. Это было 800 тысяч, может быть. Или 600 тысяч, не помню. Оценили. В результате вот на миллион долларов у нас там столько залогов взяли. И это при том, что Дому у нас субсидировал займ и предоставлял на 50% от суммы займа гарантию. То есть по сути на 500 тысяч долларов оставшиеся гарантии. Они там у нас все. Там личные гарантии плюс там. И когда они уже сказали. Еще 50 миллионов тенге положите к нам на депозит. Мы будем на него 5% платить. Мы сказали, это все. Финиш. Причем это не только один банк. Это был Халык. Это был Сбербанк. И это был БЦК. У всех похожие истории были. И по сути как бы сигнал был такой. Идите отсюда. Мы вам не дадим кредит. И стало тяжелее. На тот момент еще стало тяжелее. Потому что Санжар решил выйти из бизнеса. И вот где-то 18 год конец. Весь декабрь я ходил по инвесторам с питчдеком. Искал покупателя на долю Санжара. А кто еще готов был бы там доложить чуть-чуть. А вам до третьего зала нужно было миллион долларов? Нет. Суммарно не менее трех миллионов. Не менее трех. Не менее трех. Это только вот начало. Потому что мы понимали, что мы там долги возьмем еще какие-то. От поставщиков. И может 5 миллионов. То есть там зал был очень большой. Да, да. То есть там первоначально нам около 5000 квадратов передавали. И уже было понимание, если честно, насмотренность. Потому что к тому моменту я уже весь мир проехал. Все залы посмотрел. Вообще как бы все, что есть в мире, я уже увидел. Я уже как бы с той насмотренностью мог наконец-то вот такой, так скажем, в этом формате свой magnum opus сделать. И эта насмотренность давала тебе убежденность, что ты правильно делаешь. Абсолютно. Риск в нанике. Ну, в голове у предпринимателя риск всегда маленький. Меньше, чем ряда. Да. И в результате вот месяц я потратил. Мы нашли покупателя на его долю. Он хорошо вышел. 2Х, наверное, сделал на свои инвестиции за полтора года. Вот пришел другой инвестор. Вот этот инвестор сейчас до сих пор наш партнер. И получается, мы самым вот интересной инновацией была. Я тоже в Америке подглядел. Мы научились хорошие деньги получать на предпродажах абонементов. И мы это делали прям со скелета. То есть помещение совершенно в черновом состоянии было. У нас рендеры висели. Каждого там, каждой зоны. И мы говорили, здесь будет так, здесь будет так. Вот мы вот настолько хорошо проводили эти туры. И давали хорошие условия покупки по предпродажам. Что люди сразу покупали. Сразу верили почему-то. И вот мы около миллиона долларов собрали к апрелю 2019 года на предпродажах. И в июне 2019 года мы уже открылись. Мы технически открылись даже, наверное, в мае. Вот в июле официально открылись. В Астане, да. В Астане, да. И это прям стало как бы тот момент, когда Invictus стал серьезным игроком в Казахстане. То есть это был такой прям ваш айфон момент, да? То есть вы создали большой продукт. После этого к нам уже пошли там, когда мы говорили франчайзинг, уже пошел интерес. Игра стоила свечи. То есть огромные вложения, но и... Но мы следующие полтора года около еще двух миллионов долларов долгов вернули. Которые ушли на открытие Invictus Астаны. За счет выручки. Да. Следующий. Потом, когда мы это вернули, мы чуть-чуть позарабатывали. Потом мы еще туда в детский клуб вложились. Там около 800 тысяч долларов. То есть в результате этот клуб, он 6-7 миллионов долларов. Обошелся, да? Да, да. Ну да, вот такие моменты есть в бизнесе, когда очень тяжело, как бы столько соблазнов сдаться. Но вот это как раз таки, видимо, когда ты проходишь его, то есть когда открываются новые горизонты. Нет, именно тогда не было никаких соблазнов сдаться. Просто, да, было тяжело. Да. То есть я работал круглые сутки. Сам и отдел продаж был, сам и там тренеров нанимал, и стройку делал, там и финансы привлекал. И, ну, всегда же лучшую работу ты делаешь под стрессом, когда момент кажется экзистенциальным. Ну, оборачиваясь, ты понимаешь, что это была лучшая работа, которую ты сделал, допустим. Поэтому, да, это было классно. Да. То есть в 19-й год вы открываете свой третий зал. Да, и вот на вот этом фоне к нам уже пошел интерес, как я сказал, в том же 19-м году мы первый франчайзинг открыли. Это немножко параллельно было, потому что нам нужно было научиться вот рекуррентные списания с карт делать без спроса. Это в Казахстане не так распространено было, но мы понимали, что это технически возможно, потому что на тот момент Uber же списывал у тебя с карточки, не прося каждый раз там CVC-код, да. И мы нашли payment provider, мы дописали там свой какой-то небольшой модуль для того, чтобы сделать вот эту платформу, в которую мы записываем клиента, и потом в нужный момент ежемесячно у него списываются деньги. Вот когда мы это сделали, мы сказали, мы готовы франчайзинг делать. И вот первый франчайзинг у нас нашелся в Астане. Это было Invictus Go Emerald называется, это в бизнес-центре Emerald на Кунаева, 9. И очень тяжело было объяснять вначале. Мы тогда не использовали слово подписка, мы не додумались, и вообще оно не принято было. Мы всегда говорили там контракт, рекуррент, и всякие сложные слова использовали, из-за которых очень сложно было объяснить клиенту, особенно за что он платит первоначальный взнос. Мы понимали, что без первоначального взноса никак, потому что он просто тогда будет отменять, заново отменять, то есть это в месячный абонемент превратится. Но в конце концов со скрипом получилось, и бизнес пошел по подписке. В 2019 году вы открываете еще один зал, получается у вас 4 зала. 4 зала. В конце 2019 года мы открываем 5-й зал в Алмате Invictus Go Oxide, тоже по франчайзингу. Ага, вот оно что. Скейл начинается, да, уже такая масштаба? Скейл начинается. 20-й год. 20-й год тоже в декабре 2019 заключаем еще один контракт на франчайзинг в Астане, то есть он должен открыться. 20-й год начинается очень хорошо, прям первый квартал я таких цифр вообще на тот момент в жизни не видел. Там Invictus Astana там по 150-160 миллионов, там выручки показывал, один клуб только месяц. Я прям вау, кайф, там в конференцию поехали в Америку. Но начинается ковид, и все планы рушатся. То есть мы вообще не понимаем. У меня тогда страх был, что даже если там карантин снимут, то люди все равно будут бояться именно в фитнес ходить. Потому что это же как бы публичное место, там где люди там дышат сильно и так далее. Но я заблуждался. Первое, что люди сделали, карантин сняли, прям не пошли, а побежали в фитнес. Люди приходили, там 35-летние мужчины, которые в жизни не ходили на фитнес, впервые пришли в фитнес и так далее. Таких историй полно стало. И вот как раз вот этот переход, наверное, от 1% к 2% во многом из-за ковида произошел. То есть если фитнес и здоровье у людей было приоритетом номер 5, постковид он стал приоритетом номер 1. Это не мои слова, это у McKinsey там Consumer Behavior Research там есть. Вот там показывалось, что таким ключевым моментом для фитнеса вообще стал ковид. В результате 2020 год мы не работали 150 дней, 152 дня, если быть точным. Но несмотря на это, like for like sales, то есть в одних и тех же локациях, которые весь год работали, выручка выросла на 20% в 2020 году. Несмотря на то, что мы продавали там только 60% времени. Сколько, то есть сколько залов у вас к концу 2020 года? Так, я точно могу сказать, что еще один зал открыли мы летом. Это был Invictus Go Emerald в Астане. Так, Кенесар. Видимо, порядка пяти залов, наверное. Нет, пять было в 2019. Наверное, шесть только было. Шесть или... А, семей мы открыли. Ага. Семей открыли в 2020 году, кстати. Возможно, мы вот 2020 год на семи залах закрыли. 2021 год. Вот 2021 год у нас начался рост. В 2021 году я точно не помню, как мы его закрыли, но думаю, 10 залов где-то было. К середине 2022 года было 12 залов. А мы в июле 2022 года провели битву 12 клубов в Алмате. И вот год мы объявили тогда, в 2022 году, что в следующем году будет битва 20 клубов. Действительно, в 2023 году, год спустя, мы сделали битву 20 клубов. Но на самом деле клубов уже было 22. И вот с лета вот этого года, когда клубов было 22, мы еще открыли 12 клубов. То есть у нас сейчас как бы акселерация роста идет. Потому что мы одновременно в разных местах сейчас открываемся. Ну и план дойти до 175 залов в 2030 году. То есть для того, чтобы дойти до 175 залов в 2030 году, нам нужно где-то в 2025 году иметь, по-моему, 50 залов. И потом открывать по 25 клубов в год. Давай опишем модель франшизы. Представим, что я вот предприниматель, который хотел бы купить франшизу. Опиши условия и преимущества, плюсы и минусы вообще работы франшизы. Invictus Go будем говорить. Да, Invictus Go. Франшиза необходимы инвестиции около 300 миллионов тенге. Что ты можешь ожидать? Ты можешь ожидать в базовом сценарии где-то 10 миллионов выручки. Ой, 20 миллионов выручки. Первый месяц. Вообще. Ежементный такой run rate. Он быстро достигается сейчас. Может быть, он достигается за 6 месяцев. Раньше, может быть, 2 года нужно было. 20 миллионов выручки и 10 миллионов чистой прибыли. Соответственно, как бы payback у тебя 30 месяцев. Естественно, есть клубы, у которых 30 миллионов выручки, и у них прибыль гораздо-гораздо более интересная. Такие франшизы как раз-таки у нас в конце концов решают открыть второй клуб и так далее. Что ты получаешь? Ты получаешь настолько простую бизнес-модель, что тебе не надо вообще маркетинг делать, не надо продавать, не надо рекламу делать. По сути, то, что тебе нужно делать, это просто хороший operations держать. Почему не нужно делать маркетинг? Потому что как только вешается логотип Invictus Go на двери, как бы маркетинг, который делается нами, и вообще бренд делает сам свою работу. Можно открывать свой инстаграм? Нет, нельзя. Нельзя открывать свой инстаграм. А вы открываете какой? То есть, а, есть единый инстаграм для всей сети. Есть единый инстаграм для всей сети. По всему Казахстану. Понял. Сейчас мы пользуемся уже другим методом привлечения. В этом году мы его придумали. Мы даем потенциальным клиентам попробовать Invictus Go как продукт. Мы пробовали там одну тренировку за 500 тенге давать, но опыт был так себе. Во-первых, конверсия в долгосрочные контракты составляла всего лишь 10%, но приходило очень много нежелательной аудитории. По словам наших франчайзи, там приходили строители помыться, дети приходили побаловаться. Мы сделали 2 900 за 3 тренировки. И вот это прям сработало. Конверсия стала сейчас 30%. Думаю, она сейчас еще вырастет. То есть, наша цель где-то конверсию до 40-50% увеличить с пробников до контракта. И почему мы вот решили давать людям пробовать? Дело в том, что вообще фитнес построен на том, что ты должен максимально как бы пытаться продать, пихнуть даже, втюрить там долгосрочный контракт в тот момент, когда клиент себя переоценивает. И вот так построены как бы все успешные бизнес-модели. Мы же хотим отличаться. Мы уверены, что мы лучшие, причем на целую голову лучшие, чем все, кто оперирует в этом ценовом сегменте. Прям в два раза лучше. Мы хотим, чтобы клиент попробовал. После того, как клиент попробует, мы допускаем, что возможно его кто-то там переманит, и он в другое место поймет. Но мы считаем, что если после того, как он наш продукт попробовал, даже если потом он долгосрочно в другое место попадет, он так пожалеет об этом, что в конце концов он вернется к нам. То есть из-за того, что наш продукт гораздо лучше, мы хотим, чтобы клиент сначала попробовал, прежде чем коммититься на долгосрочный контракт. — Отдел продаж тоже не нужно, да, и как франшиза? — Сейчас мы уже, наверное, переходим в период постотдела продаж, потому что я считаю… Сейчас есть отдел продаж. Это центральный отдел продаж, который мы ведем. — Для всех? — Для всех Гоу, да. Ну, как бы воронка сама по себе работает. То есть ты видишь рекламу, попадаешь на лендинг, покупаешь быстро в один клик через Каспи, или там карточку можешь привязать, тогда чуть больше кликов. Потом тебе приходит смс, ты скачиваешь приложение, этим же телефоном ты в приложение заходишь, и там у тебя есть эти три визита. Там написано, куда идти, сам приходишь, турникет сканируешь. — Три визита, потому что сначала вы чаржите 2 900 на три визита. Это ваша цель, конвертировать его. — Да, да, да. — Понял. То есть наша цель — дать такой оффер, который очень трудно сказать «нет». Ну, очень или очень легко сказать «да». — Да. — Они приходят, пробуют, причем все это делают самостоятельно, через приложение там, могут вообще не общаться с ресепшеном. И уходят. Дальше вот мы делаем уже, пытаемся его конвертировать опять в приложение. Вот недавно мы только добавили в приложение, то, что прямо с нашего приложения можно Каспи рассрочку оформить. До этого только мы рекуррентные контракты продавали. Вот совокупность всех этих факторов как раз постепенно увеличивает конверсию. А потом мы можем дожимать его пушками и так далее. Вообще, почему я немножко думаю, что мы уже переходим в эпоху постотделов продаж? У меня есть такое ощущение, гипотеза может быть, а может даже не гипотеза, а какая-то чуйка, что в будущем люди не будут отвечать на телефонные звонки. Они будут смотреть на телефон, и если там неизвестный номер, они не будут брать. Или в лучшем случае они возьмут и скажут, да, а все напишите на WhatsApp. И все. И то есть бизнесам нужно быстро переучиваться работать не через телефон. Потому что реально кто хочет отвечать на телефон. Возвращаясь к условиям франшизы, я 300 миллионов вложил, сколько я должен платить Royalty ежегодно? Как это работает? Royalty платится ежемесячно. Мы берем 15% от оборота. Получается 20 миллионов, выручки, то есть получается 3 миллиона тенге я отправляю вам ежемесячно. Но это входит в 10 миллионов ваших общих расходов. То есть благодаря нашей франшизе у вас настолько простая бизнес-модель, что у вас там единственный расход реальный, это вот Royalty, аренда, комуслуги и небольшие зарплаты, там, ресепшена, да, получается. но часть этих затрат полностью возвращается вам через тренерский доход. Что такое тренерский доход? Вообще, как бы, очень сложно в фитнес-клубах администрировать персональные тренировки. Нужно считать, сколько клиент купил, потом кому сходил, продал. Мы полностью это элиминировали в модели Invictus Go. Мы сказали, тренер платит аренду и сам уже администрирует свои взаимоотношения с клиентом. И тренеры просто платят аренду, и вот совокупный доход, который вы получаете от тренеров, это не менее 2 миллионов тенге, этого достаточно, чтобы на эти деньги нанять админов и клиник. Получается, когда мы говорим 10 миллионов суммарных расходов в месяц, они включают в себе 3 миллиона Royalty, и остальные – это зарплата тренеров и аренда? Нет зарплаты тренеров. Наоборот, зарплаты тренер тебе платит. А, тренер тебе платит. Это доход. Это доход, и они в 20 миллионов не входят. Они закрывают часть расхода, в результате чего расходы были в 12 миллионов, но из-за того, что тренер закрывает часть расходов, у тебя остается 10 миллионов расходов. А остальные 7 миллионов расходов это на что уходит? Не 7, остальные 10. Ну, получается же всего 10? 3 – это Royalty, а 7 оставшиеся – это что? Так, самый большой, вообще не после Royalty, самый большой расход – это аренда. Да. Да, то есть 5 миллионов можно предположить, что это аренда. А оставшиеся 2? 4% – это налог там. Там есть чуть-чуть комиссия, Каспи рассрочки. Их немного, потому что у нас 80% – это подписка. То есть у нас Каспи рассрочка, наверное, 1% всего от выручки. Ну, персонал. А вот когда я плачу 300 миллионов в начале, эта сумма включает в себя, я не знаю, там, оборудование, зал, ремонт. Вот это под ключ. Под ключ. То есть я плачу вам 300, и вы сами находите мне зал, или как это работает вообще? Нет, нет. Как это работает? Чаще всего, как бы, вы должны сами прийти с готовым помещением. Понял. То есть сейчас у нас больше инвесторов, которые хотели бы открыть Invictus Go, чем есть доступных помещений. Понятно. Поэтому если возникает доступное помещение, и там нет еще инвестора, там начинается борьба за помещение. Но чаще всего, как бы, сделка хорошая, если там сам человек пришел, говорит, слушай, у меня вот здесь помещение есть, я ее готов снять, давайте откроем. Или может прийти человек, принципиально согласится с нами, работать как франчайзи, и на полгода потом уйти искать помещение. Потом только возвращается с помещением. Представим, что я прихожу, у меня есть 300 миллионов, у меня есть уже готовое помещение. Сколько месяцев нужно, чтобы запуститься? Максимум 6. 6 месяцев. Все дальше зависит от вас. А есть ли такие моменты? И вот у нас есть в Кокшеталовске сейчас кейс, где это был самый, конечно, быстрый кейс подписания франчайзингового договора и вообще всего. Вот они в Алмату приехали, мы встретились, вечером мы с ними там посидели, выпили, пожали по рукам. На утро они вылетели в Астану, подписали наш франчайзинговый договор, зашли к партнерам по оборудованию, заказали оборудование и потом они прям теребили наших партнеров по оборудованию, чтобы быстрее им КП дали и так далее. И в результате вот за 2 месяца они открываются. Молодцы. Да. Ну, если есть 2 месяца, скоро будет, может, полтора месяца, кто-то побьет рекорд этот тоже, скорее всего. Не знаю, да. Я недавно читал этот, как в конце 22-го года, мы с тобой читали одну и ту же книгу недавно, как родственники Маска перевозили за 3 дня... Сервер. Дета-центры, да, там перевозили с Сакрамента в этот. Вообще гениальнейшая история. Купили эти, как называются, вот эти вот трекеры с Apple для того, чтобы поставить. Не, ну это, если честно, как бы классная история. И она как бы еще раз подсказывает нам, что в Америке все уже до абсурда усложнилось. Там вот все настолько зарегулировано, что уже трудно представить, как они дальше будут, допустим, свою инфраструктуру развивать. Там всякие мемки же ходят в интернете, то, что на мост Golden Gate Bridge там в 30-м году ушло там 300 миллионов долларов, по нашим деньгам там может миллиард долларов, не знаю. Ну и год работы всего. Да, и 18 месяцев, и год работы. И тут же на сетку от самоубийства там в этом году ушло 10 лет там и тоже миллиард долларов. Я помню, вот недавно, год назад был, открывали новую станцию метро. А, нет, нет. Открывали новый туалет на станции Барт в Сан-Франциско. Тоже там, по-моему, 10 лет ушло. Там ленточка, мэр пришел открывать туалет. Я не помню, что-то подобное. Может, не мэр, но тут кто-то из администрации. И там на примере показывают Китай, который за три дня от небоскреба. Exactly. Да. Exactly. И вот на примере Китая у них там сколько? 25 тысяч миль 40 тысяч миль скоростных железных дорог, а Америка не может построить 500 километров от Сан-Франциско до ЛА. Кост уже до 87 миллиардов увеличился. Теперь они решили ее полностью не делать, только наполовину сделать. Ну, мы сейчас вернемся к Америке, когда поговорим про Хирос Джонни. Получается, я возвращаюсь к франшизе. Да, да, да. 300 миллионов положил, все под ключ будет построено, и 15% получил. Все очень просто. Очень простое, простое, простое. И вот цифры по выручке и прибыли, которые я дал, они не хорошие. Это только базовая модель. Все может быть гораздо лучше. Бывают такие случаи, когда я прихожу с локацией, и вы говорите, лучше там не ставить. Конечно. Как вы рекомендуетесь поставить? Ну, первое, у нас есть ограничение. То есть, по сути, наши франчайзи покупают монополию на территорию. И самый большой фактор, это, скорее всего, там где-то рядом уже есть другой Invictus Go. Вот это первое ограничение. Второе ограничение, куча технические требования к помещению какие-то могут там не срастись. Очень часто там аренда может слишком высокой быть. А какая площадь должна быть у помещений? Раньше у нас и 600 квадратов было, но я больше не хочу в этом формате. То есть, от 700 и выше. Вот такой sweet spot, это 1000 квадратов, можно и 1200 и больше. Это должно быть, не знаю, территория какого-то бизнес-центра, или ЖК, или что это? И то, и другое. Любое, да? Этаж. Торговый центр. Торговый центр. Да, хоть что. Любой этаж. Главное, чтобы парковка была где-то там рядом. Вот мы поговорили про франшизу в отношении Go. Давай поговорим про франшизу в отношении бизнес-класс студий. Как там все устроено? Invictus Fitness. Премиальный имейший. Премиальный Invictus Fitness, да. Ну, как бизнес мы всем рекомендуем просто брать Go. Меньше риска, меньше всего. Но часто появляются франчайзи, которые находятся особенно в регионах, которые говорят, ну, мне это не интересно. Я вот для своего города хочу там самый большой, самый лучший построить. Вот это уже, конечно, долгий проект. Это проектирование только занимает определенное. Поэтому их и немного. И мы, наверное, вот сейчас есть их 8. Наверное, еще откроем 5-7 и все. Ну, просто из любопытства. Просто понимать экономику, юнит экономика одного такого зала. Юнит экономика может быть очень хороший. Например, тот же Саду, который открыт в Алмате, или Хайвилл, который открыт в Астане. Это франшизы. Это франшизы, да. Супер. Там все очень-очень хорошо. То есть там и выручки совершенно. Там более чем в 10x выше. Да, а публично можно озвучить какие-то условия франшизы для премиумов? Да, конечно. То есть я могу ошибаться, потому что этим занимается у нас отдел. Ну, предположим, там 20 миллионов тенге. Это единовременная выплата за гоу на старте. За фитнес это будет 40 миллионов тенге. Единовременная выплата. Мы на этих деньгах не зарабатываем. То есть 20, которые в гоу, и они входят 300. Они входят 300. Все, понял. Эти 20-40 миллионов единовременных выплат нам нужны для нескольких вещей. Первое – это франшизы показывает коммитмент. Он говорит, что вот я ставлю деньги в игру, начинаем. Потому что у нас раньше столько раз было сейчас, 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 и мы столько времени тратили. Оказывается, очень важно заставить человека поставить деньги на стол. Да. Второе – мы эти деньги освоим. То есть наши все командировки, связанные с открытием данной точки, коммуникации, они съедят. Поэтому мы на этом особо не зарабатываем. Это просто вот как бы такой фильтр. И вот если большой клуб говорить, предположим, 3500 квадратов с бассейном, то необходимые инвестиции – полтора миллиарда тенге. Окей, понял. И примерно о какой выручке можно терять? Бррр. Ну, 100 миллионов точно. Думаю, 150 миллионов. Отлично. Из них тоже, да, 50%? Маржа прибыльности меньше. Меньше, 40%. И роялти тоже меньше. Роялти у нас уже 10. А маржа примерно какая-то? Маржа прибыльности, если в Гоу там до 50%, то не до 50%, а в среднем 50%, то в Инвиктус фитнес, наверное, процентов 30-20. Понял. Зависит от города, региона, от центра, не центр. Отлично. Теперь тоже все понятно. А вот когда вы продаете подписки на премиум продукт, там тоже есть 3 посещения? Как там работает? Нет, там нету. То есть в таких клубах все-таки существует более традиционный метод продаж. Продажи через тур. То есть по телефону, по всем каналам все, что это должен убедить человек, это прийти в зал. На тур. А после тура с вероятностью там 60-70% клиент закрывается. И после тура у меня есть два варианта. Либо подписка, либо годовой. Нет, подписки нет. Подписки нет. Только годовые карты. Годовые, месячные нет там? Месячные есть, но они штрафные. Очень дорогие. Очень дорогие. Мы не хотим, чтобы вы покупали месячные. А годовые абонементы сколько стоят примерно? Ну вот, если о самом премиальном сегменте сейчас говорить, их сейчас несколько, 650 тысяч стоит. То есть инвиктор Садул, что 50 в год? Садул, Астана, Хайвилл. А время работы зала какое? С 7 утра до 12 ночи. Ну, там структура расходов совершенно другая. В Астане, конечно, у нас и выручка совесть. Вот на примере Астаны, это поскольку наш клуб, немножко могу там подсказать цифры. Выручка в среднем 200-220 миллионов в месяц. Но расходы в месяц 130 миллионов. Представляете? 130. Количество людей, работающих на объекте, тоже там больше 100. Это без тренера причем? С тренерами где-то 130 вот так. То есть тренеры у вас тоже есть на пейроле, да? Там клининг только 30 человек. Да. То есть у вас тренеры на пейроле тоже есть? Там тренеры на пейроле есть, там тренерские не так, они администрируются, покупаются через нашу кассу, там огромная работа идет. Понятно, понятно. То есть с точки зрения сложности, это гораздо более сложные оперейшнсы. Вот почему Invictus Go такой классный. Какой быстрый такой. Супер простые оперейшнсы. Просто возьми хороших админов и хорошую частоту поддерживай. А если говорить про Invictus Go, сколько нужна минимальная команда, чтобы все это оперировать? Ну один зал. Два админа. Два админа. Да. Ну и клининговый сервис. Ага. И они проходят у вас обучение, как все это правильно делать? Мы их обучаем на месте. Отлично. Самый большой там аспект это вот IT-систему обучить, потому что по сути это вот только первоначальных клиентов нужно. А дальше человек со своим приложением мимо ресепшена сам через турникет проходит, сам, 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 сам вообще не касается никак ресепшена. Кстати, вот это вот момент очень важный. У вас очень технический, замечательный зал, то есть нет ресепшена, я не вижу, я не должен давать там свою карту, я просто прохожу через турникет, даже через телефон, через айфон. В том числе раздевалка там открывается. Ну не везде, но я хотел бы, чтобы везде было, но качество интернета не позволяет это везде делать. Возвращаясь вот к премиум-залу, сколько, то есть если Go можно за 6 месяцев открыть, сколько нужно времени на 9 месяцев? 9 месяцев, да. Понял. Ну в зависимости от с какой этапа стройки начал, там если с нуля кто-то строит, там бывает и 2 года. Причем в Go получается отличие в том, что в Go вам не нужно брать тренеров на зарплату, а в студии приходится брать в этом, да? Да. Потому что, с чем это связано? В Go приходят тренера, которые сами немножко предприниматели, то есть они приходят уже с готовой базой клиентов, там у хороших тренеров бывает там 30 клиентов, которые с ними придут. И они сами очень большую работу делают, чтобы привлекать через свои инстаграмы, да? А в премиальном сегменте мы даем тренерам клиентов, поэтому сами тренера, которые персональные, они не на зарплате, они на revenue sharing. То есть половину там денег они получают, половину мы получаем. Почему? Потому что мы дали этого клиента, мы предоставляем клиента в премиальном сегменте. Понял. А на зарплате сидят там супервайзера, всякие там фитнес-директора. Но при этом в Go я могу ходить без тренера тоже, да? Конечно. Если я, окей, если я плачу, если я хочу тренера в Go, то я плачу дополнительную сумму, из них 50% уходит в Go, нет? Или как это работает? В Go тренер все забирает себе, нам он только аренду платит. А, вот так вот. То есть я могу, я уже договариваюсь с тренером лично. 10 тренировок, столько это стоит? Да. Примерно так? Понятно. Упрощается ваша операционка? Да. А в премиуме у вас тренеры… Вы покупаете тренерские услуги на ресепшене. Да. Через нас. Индивидуальные? Индивидуальные. А групповые занятия, они входят в обремя? Они входят, да. Понятно. И их у нас тоже очень много. 150 часов в неделю в групповых занятиях в премиальном сегменте. Какие вот планы по продукту, я более-менее понял. Какие ближайшие планы именно по Индивиду? Вообще мы хотим стать больше платформой. Сейчас, несмотря на то, что у нас огромное количество клубов, на франчайзинговом бизнесе мы не зарабатываем. То есть мы все роялти, которые получаем, и еще больше от своих клубов, мы вкладываем обратно в бизнес. У нас огромная IT-команда, у нас огромный офис, у нас 100 человек примерно офис. И сейчас мы очень быстро улучшаем, например, клиентское приложение. И вокруг… У нас сейчас 35 тысяч активных клиентов. Вокруг этих клиентов мы хотим построить бизнес. Мы хотим там… Сейчас, например, в горах в Алма-Ате мы строим ранчо. Мы хотим туризм развивать, чтобы это было место, где встречаются все инвиктусовские люди и знакомятся уже, наконец-то общаются и вместе там делают какие-то вещи, там ночуют, музыкальные фестивали. А можно озвучить количество абонементов в 34 клубах сейчас примерно? Десятки тысяч человек. 35 тысяч. 35 тысяч человек. Да, 35 тысяч человек. Это огромное сообщество. Это огромное, да. И мы хотим до 200 тысяч вырасти к концу десятилетия. Потом мы хотим там стать самым большим там магазином протеинов, там спортпита, бадов. Мы хотим стать хэлсхабом. Мы хотим, чтобы и здоровье, там по здоровью много продуктов было внутри приложения. Мы хотим сейчас вот запускаем линейку одежды спортивной. Ну, это будет как бы под брендом инвиктус, но помимо… Вот еще одна особенность этой одежды спортивной будет то, что отдельная коллекция будет с национальными орнаментами спортивной одежды. То есть мы в это очень много вкладываемся. И эти рынки тоже немаленькие. То есть нам все эти рынки очень интересные. Мы постепенно хотим прям монетизировать. То есть вот как Каспий вначале же он P2P платежи делал и на этом не зарабатывал, но наработал огромное количество клиентов, но потом монетизировал их через другие услуги. Фактически, ваше видение, это платформа, такая соцсеть всех людей, кто занимается спортом в Казахстане. И потом… Фитнесом именно. Именно фитнесом, да. И потом много чего можно продавать. Да, мы хотим много jobs to be done, связанные с фитнесом, закрывать. Спорт-одежда, спорт-питание. Спорт-питание, может быть, какие-то… Здоровое питание, подписка там, анализы, БАДы, запись к врачу. То есть все это. Супер. Давай поговорим про Хирос Джони. Как вообще эта идея пришла? Давай. Эта идея пришла из-за того, что я вот после опыта Кроссфита начал обращать внимание на энгейджмент и замечать, что даже в Кроссфите энгейджмент там был либо очень высокий, либо очень низкий, очень бинарный там аутком был. В инвиктусе не так было, но энгейджмент все равно оставлял желать лучшего там 5-6 раз в месяц. И я заметил, что очень много клиентов, которые имеют карту, но не ходят в этот месяц, например. Потом, когда я начал изучать весь мир, оказывается, весь мир такой. То есть там я помню CEO пилотона Джон Фолли там показывал на слайдах, что 67% держателей абонементов в Америке не ходят в витнес. И я начал изучать вопрос, почему. Что-то жарко у вас стало. И вот когда я начал изучать, почему, я понял, вообще фитнес в том виде, в котором он есть сейчас, не менялся 43 года. Почему 43? В 80-м году Арнольд Шварценеггер занимался в Голдс-джиме вместе с основателем Голдс-джима, по-моему, Дэвид Голдс звали. И этот чувак сваркой варил там тренажеры под бодибилдеров. Если посмотреть видео, как качался Арнольд Шварценеггер, то тренажеры такие же сейчас, 43 года спустя. И просто металл не квадратный, а более округлый. А так все то же самое. Потом Арнольд написал книгу, называется «Энциклопедия современного бодибилдинга», где он сказал, в понедельник ты делаешь грудь-трицепс, в среду ты делаешь спину-бицепс и в пятницу ноги-плечи. И вот 43 года спустя люди так же занимаются. Это правда. Весь мир изменился, и фитнес не изменился. И тот фитнес, он был создан для бодибилдеров. У этих бодибилдеров интерес был качаться, участвовать в соревнованиях, если все хорошо получится, сняться в фильме. А думать, что этот продукт так же идеально подойдет для современного человека с его ухудшенной системой, как это называется, дофаминово-вознаградительной системой. Это, конечно, неправильный дизайн. И почему вообще фитнес заработал? Потому что пришли умные бизнесмены в Америке, и вот сверху вот этого Problem Solution продукта, сверху поставили классную бизнес-модель, которая основана на том, что человек, который принимает решение, ты должен его на долгосрочный контракт с ним заключить. В момент принятия решения ты ему показываешь картинку, и он переоценивает себя. И вот тогда у тебя получится бизнес. В Америке до абсурда доведено это, есть там специальная сеть, которая только на этом фокусируется. И в результате фитнес работает и зарабатывает только, когда человек заключает длительные контракты. Как я вот в примере с месячным абонементом сказал, это самообман как бизнес. И он не менялся, он работал. Ну зачем менять, если он приносит деньги, если он работает? И вот так он по всему миру распространился и превратился в стамиллиардный рынок в мире. И что мы пытались понять вообще до Heroes Journey еще, мы понимали, что технологии быстро меняют Customer Journeys. Например, Uber, казалось бы, сейчас нам кажется очевидно, тогда казалось бы, это невозможной задачей. Ты знаешь, нас в детстве учили не разговаривать с незнакомцами, не садить в машину незнакомцев и не останавливаться у незнакомцев. И из этих всех запретов построили огромный бизнес. Да, точно. И вот тогда, когда Uber появился, и он заработал, и потом начали появляться какие-то другие Uber of X, Uber of To, Uber of Это, вообще под сомнение поставили, там есть такая экономическая теория, называется теорема Коза, которая говорит, что компания, почему она единоинтегрирована, а не каждый отдел не аутсорснут. Можно сформулировать эту теорему? Теорема Коза, она отвечает на вопрос, почему существуют компании, потому что казалось бы, что из-за специализации и трейда каждый дивизион должен быть отдельным бизнесом, который обслуживает крупные компании. Оказывается, существует friction, трение, из-за которого контекст проблемы передать с одного отдела в другой настолько дорого, что лучше даже брать менее квалифицированных своих специалистов, чем каждый раз объяснять контекст проблемы. Понял. Вот Uber с помощью GPS, с помощью GPS у водителя, с помощью карт, с помощью этого убрал все вот эти сопротивления, и вот считалось, что можно по этой модели. И вот мы видели, как технологии меняют все, что мы думали раньше истиной, и создают совершенно новые customer journeys, и мы спросили себя, могут ли технологии помочь нам решить эту проблему, что клиент не ходит на фитнес. Естественно, вот когда ты так формулируешь вопрос, на ум в первую очередь приходит геймификация. Можно ли каким-то образом ту же избалованную дофаминовую систему пользователя хакнуть так, чтобы он чаще ходил на фитнес, да? Типа этот, да? Дуа-линго, да? Да. И мы много разных экспериментов начали делать. Например, вот я в 2018 году, вот когда мы Самал открыли, там проводил летом, летом 2018 года конкурс, назвал его Superhero Challenge. Мы написали отдельное приложение, в Самал Гагарин набрали по 30 человек. У меня была гипотеза, что люди долго не ходят на фитнес, не могут долго оставаться на фитнес, потому что они не видят результаты. И я думал, окей, за 30 дней невозможно показать визуальные результаты, но можно показать результаты на каких-то функциональных фитнес-тестах. Мы брали, делали фитнес-тест до челленджа, потом 30 дней тренировок, 30 дней после челленджа, а и фитнес-тест. И результаты у всех там 20% улучшения были. Потом мы видели, как там лидерборд влияет на поведение. Мы видели, как там то, что у них герой растет в этом приложении, заставляет их там желать, чтобы герой еще сильно вырос. И все вот эти вещи прям заставили поверить нас, что да, что-то в этом есть, действительно геймификация может помочь там людей заниматься. Дальше мы делали другие эксперименты. В том же зале Самал я ставил там планшеты, 8 зон было, и с помощью планшет навигир заставлял людей ходить в разные зоны. Автоматизированная зона, там 8-минутные тренировки была. Дальше у меня много экспериментов было. Фитнес в виртуальной реальности, там гребля и так далее. Гребля с Oculus, да, была? Да, да, да. Рынка нету, да? Не то, что на греблю, на Oculus вообще не было рынка. И в результате где-то к 2018-2019 году я сформулировал, наверное, примерно такой блюпринт автоматизированного джима, где, используя технологии, мы могли бы гайдить людей, где он в этом раунде должен быть, единую систему навигации. Мы понимали, что мы хотим, чтобы это были силовые тренировки, потому что большинство людей, оказывается, ходят на фитнес для того, чтобы визуально стать красивее, там, скажем, не знаю, как это назвать, стать привлекательнее, да? И мы знали, мы понимали, что вот почему вот фитнес с вот этого, с качалки, там, начал распространяться в сторону группового фитнеса, потому что качалка скучна. И групповой фитнес, он интересный, engaging, но он не дает тех результатов, которые дает качалка. Вот все те результаты, за которыми люди идут, это, честно говоря, персональный тренер плюс тренажерный зал. И вот мы хотели вот это объединить с групповым фитнесом, потому что сам групповая динамика как-то позитивно влияет на клиентов, что клиент в групповом environment всегда на 110% выкладывается. Ну и, конечно, технологии для того, чтобы создать новый фитнес, где человек… Вот первая задача у нас стояла не так, как я сейчас говорю, не чтобы люди чаще ходили, мы говорили, чтобы люди тренировались эффективно и последовательно, консистент. Часть эффективности мы быстро решили, то есть там даже к тому моменту уже наш опыт в фитнесе был достаточен, чтобы его сразу правильно сделать, часть эффективности. А вот часть последовательности пришлось решать долго. Вот. Ну, в конце концов, это просто продуктовый подход, то есть мы тестируем гипотезу. Ну, я пример приведу, например, вот последняя гипотеза, которую мы тестировали. Если перед началом месячной программы человек запишет свои цели, поможет ли это увеличить его engagement, да или нет. Мы разделили на АБ группу там по 60 человек, всех запустили на программу «Первый шаг», и два месяца спустя оказалось, что у тех, кто записал свои цели и потом их ревьюил, по-моему, каждое воскресенье, engagement там на процентов 15 выше, чем у тех, кто не записал и не ревьюил свои цели. Вот. Ну, это один из примеров. И сотни гипотез мы тестировали, из которых там 80% не подтверждались. Их мы уже забыли даже, их нет в продукте. И труднее всего было научиться продавать это, потому что это необъяснимо. Да. И вот это примерно и есть Heroes Journey. Давай расскажи, что такое Heroes Journey сегодня. Я вот был в вашем первом зале в Астане. Да. Расскажи, что человек видит, на что он подписывается, как это вообще работает. Heroes Journey – это фитнес-студия, где мы используем технологии для того, чтобы человек тренировался эффективно и регулярно. Покупая карту в Heroes Journey, статистически мы можем сказать, что вероятность того, что он будет заниматься в 2,5 раза выше, чем в обычном зале. То есть, engagement его будет в 2,5 раза выше, чем в обычном зале. Кто клиент Heroes Journey? Это не новичок, потому что новичок думает, что у него между ним и фитнесом стоит только покупка абонемента. и он вообще не знает про проблему фитнеса. Проблема фитнеса в том, что на фитнес не ходят. Вот проблема. И новичок не знает эту проблему. Поэтому, да, если он попадет в Heroes Journey, у него все хорошо будет, но с другой стороны он будет обращать внимание, ой, здесь этого нет, здесь того нет. Вообще я лучше пойду, там запишусь в зал с бассейном, там цена такая же, и буду там заниматься. В общем, новичок недооценивает. А вот профессионал, кто успешно ходит в традиционный фитнес, это тоже не для них продукт. Потому что у них и так все хорошо. Они как раз входят в эти 1% населения, которое получает быстрый результат из-за каких-то там генетических причин, может быть из-за какого-то спортивного бэкграунда. И для них традиционный фитнес работает. Они там получают результат, их хвалят. У них уже identity такой, что они фитнес-люди, и для них вообще ничего кроме традиционного зала не нужно. А вот клиент Heroes Journey – это обычный житель Алматы или там, не знаю, современного города, который каждый год покупает абонемент фитнес. И каждый год, 3 месяца спустя бросает его, и он уже знает о себе, что он чаще всего, конечно, говорит вот я ленивый, вот я недисциплинированный и винит себя. На самом деле он не виноват. Это проблема просто плохого дизайна. Если ты там в IT вот такую форму заполнения сделаешь и заполняет эту лид-форму, ты же говоришь, что это проблема плохого UI и UX, а не людей. А вот люди, оказывается, себя винят. И мы хотим сказать, люди не виноваты. Это проблема в том, что этот продукт изначально дизайнился под бодибилдеров, и просто вам продали его, потому что существует хорошая бизнес-модель, почему на вас могут заработать. И в Hero's Journey не так. То есть все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы человек регулярно тренировался. Расскажи про природу этих групповых занятий, сколько раз в неделю это происходит, и что я тренирую? Сколько длится это? У нас вот в том зале, который ты видел в Астане, есть три комнаты или три зала, в которых проходят более 15 разных видов классов. Вот когда ты приходишь, тебе доступны только более простые классы. И по мере того, как ты ходишь, ты зарабатываешь очки, у тебя есть аватарка, эта аватарка растет, и когда эта аватарка дорастает до определенных уровней, тебе открываются классы следующего уровня сложности. Понял. Это вот как раз та проблема, которая у нас в кроссфите была. Когда мы говорили людям, ты должен пойти на начальную тренировку, он говорил, не пойду я, что я дурак, что ли? А вот если это через геймификацию преподнести, человек вообще даже не спорит. Он даже радуется, что у него есть очерченный путь, который он должен пройти. Сколько рекомендовано количество посещений в неделю? Все зависит от программ. В Heroes Journey ты не можешь просто купить там карту и ходить. Ты должен активировать месячную карту, месячную программу. И в месячной программе расписано exactly, что ты должен делать. В этом мы говорим то, что представь, ты поступил в университет, не знаю, в Гарвард на медицинский, и Гарвард тебе говорит, вот библиотека, там 6 миллионов книг, вон там где-то лекции проходят, расписание вон, делай, что хочешь, встретимся через 7 лет, когда ты станешь врачом. И традиционный фитнес примерно это и говорит. Они продают доступ. В Heroes Journey мы не продаем доступ, мы продаем готовую как бы программу, решение, чтобы ты достиг тех целей. Там вначале ты выбираешь вертикаль развития, путь. Это может быть похудение, набор мышечной массы, сбалансированное развитие, функциональное развитие. Секси Лекса. Да, или вот женское направление, где они там качают ягодицы и ноги 2 раза в неделю. Вот, и ты в рамках этих путей активируешь месячные программы, и они тоже есть разных уровней сложности. Каждый месяц эти программы меняются? Нет. Нет? Нет. А когда я продвигаюсь по этой карьере, по этому путешествию героя, то у меня открываются новые классы, и потом я могу не греть. Да, новые уровни сложности, и они, допустим, последний уровень сложности, он очень сложный. Это двухмесячная программа, в которой ты там практически 5 раз, 6 раз в неделю должен заниматься, и мы там пишем. Мы говорим, это не для всех. После этой тренировки программы ты должен отдохнуть, как минимум 2 недели восстановить. Сессия длится примерно час, да? Одна. 55 минут. 55 минут. За 55 минут ты делаешь объем работы, которую ты в зале делал бы за 1,5-2 часа. То есть там происходит, там есть групповой тренер с музыкой. Да. То есть у тебя есть твоя машина, на которой ты работаешь, у тебя есть какой-то экран, который показывает, что мне нужно делать. Правильно? На каждом тренажере стоит планшет, там показывается, что ты должен делать, кто здесь должен быть, с каким весом ты работал, ты там сохраняешь. Но есть центральная система управления толпы, которая Рид прямо говорит, в данный момент поднимай, спускай, поднимай, спускай, потом раунд закончился, отдыхай, переходи на следующую станцию и так далее. Сколько примерно разных упражнений происходит за 55 минут? Ну, допустим, если это тренировка там на, допустим, грудь, там 8 упражнений. Ну, их там вариантов тоже 5 есть. Я имею в виду типов таких тренировок тоже 5. У меня вот, знаешь, такое было очень интересное впечатление после просечения. Я с удовольствием схожу, когда откроется в Алмаде, в Калибре, да, по-моему, открывается скоро. Когда, кстати, дата? Думаю, в февраль. В февраль. То есть это мне понравилось тем, что я фактически аутсорсию вам свое тело на час. Экзакт ли. И получаю на выходе нужный опыт. И мне не нужно думать, что делать. Вообще, это, оказывается, настолько помогает. Вот почему мы, оказывается, ментально устаем в тренажерном зале. Оказывается, просто когда ты внутри у себя в голове считаешь 1 час, даже это оказывается утомительно. Даже вот то, что мы убрали счет, ты просто следуешь сигналам там света, звука и видео. И ты даже не знаешь, сколько ты повторов. Можно забыть время. Повторов делаешь 12, но клиент на этом не фокусируется. Там просто идет секундомер, который от 40 секунд обратно счет делает. И в правильном ритме все делают 12 раз. И даже вот тот факт, то, что мы убрали счет, уже оказывается существенно облегчает именно ментальную сложность тренировки. Давай опишем. И этого я заранее не знал, кстати. Да. Не, очень, мне кажется, очень интересный продукт, который на самом деле имеет все шансы побороться на даже самых конкурентных рынках. У вас есть планы выйти в Нью-Йорк после открытия Алматы. Давай опишем, перед тем, как мы расскажем планы в Нью-Йорке, ландшафт фитнес-бизнесов в Америке. Там вот кто там есть, Orange Theory, там 24-hour fitness. И примерно опишем, что с ним не так. Давай разделим весь фитнес на две части. Один из них назовем Big Box Gym, а другую назовем студии. Big Box – это как раз-таки, либо, ну это вот фитнес-клубы, где основной продукт – это тренажерный зал, открытый тренажерный зал. В зависимости там от продукта, цены, туда могут докручивать групповые классы или нет. Это вот 24-hour fitness, Planet Fitness, Equinox, не знаю, Crunch Fitness, Anytime Fitness. YMCA там, не знаю, да? YMCA – это больше Charity. Lifetime Athletic, вот сейчас такой очень классный. Это вот традиционный рынок, и честно говоря, там не все хорошо сейчас в Америке, потому что вот приход таких игроков, как Planet Fitness, а еще LA Fitness, очень сильно повлияло на ценообразование, потому что они там 10 долларов в месяц стоят. И из-за них там вот LA Fitness, которые раньше чарджили там 70 долларов, 65, 55, 50, уже там 30 долларов вынуждены чарджить, и вот этот рынок, он в упадке. То есть раньше, если был там доступный сегмент, средний сегмент и премиальный, премиальный он себя хорошо чувствует. А вот весь средний, Equinox, Lifetime Athletic. А вот средний класс всех залов, им всем приходится теперь по цене спускаться из-за прихода Planet Fitness. В общем, там не все хорошо, там рынок уменьшался, наверное, за последние годы. Но благо в 2008-2009 году изобрели новую бизнес-модель, когда появился бутик в Нью-Йорке, который назывался SoulCycle. И каким-то образом основательница SoulCycle убедила людей, что за одну тренировку в 45 минут нужно платить 40 долларов. Это в то время, когда месячный абонемент в Planet Fitness стоил 10 долларов. И у нее спрашивали, почему 40 долларов? А вот она открылась в Upper West Side, в Lenox Hills, где миллиардеры живут, короче. И она говорила, здесь вы можете сходить в соседний бар, и за 45 минут вы выпьете пару коктейлей, либо приходите ко мне. И вначале как бы нормально было, ничего такого супер, но в принципе зал заполнялся, но это был один-единственный зал, который был основан на харизме одного фаундера, который был супертренером. Она еще в Рибоке работала, в бигбокс-джим, и ее классы всегда были самые популярные. Но потом летом 2009 года или уж 2010 года она решила открыть еще одну студию в Хэмптоне, там, где миллиардеры летом отдыхают. И туда, короче, люди не могли записаться. И вот жены миллиардеров, им приходилось туда настолько хотеть попасть, там фому начался, и они там подговаривали ресепшениста, там, дружили с ресепшенистом, чтобы их там вейтинг-листе там подняли чуть выше. И там какой-то культурный феномен начался. После этого там она приехала, открыла еще зал, он заполнился, еще зал, он заполнился, еще зал, он заполнился, и не хватало мест всегда. Очень, вот к 2013 году невозможно было попасть в SoulCycle. Это одна из причин, почему, кстати, Джон Фолли открыл пилотон. Он любил ходить в SoulCycle со своей женой, и он говорит, блин, люблю, говорит, но не могу попасть. А почему бы не взять вот этот талант одного тренера и не умножить его там на бесконечность через цифровую платформу. И так появился пилотон, например. Вот, и потом купил эту компанию Equinox, и решил там до 100 клубов доводить в SoulCycle. Сколько было студии вы никогда не купили, не помню, когда купили, наверное, до 20 было. А сумма известна? Не знаю. Думаю, нет. Думаю, меньше. То есть на 20 уже точках они продались? Даже, может, меньше, может, на 10. И Equinox хотел их на IPO вывести. Но сейчас, как бы, чем больше этих студий становилось, тем меньше уже этот эффект FOMO был. И сейчас, например, уже достаточно легко в SoulCycle попасть. И поэтому цена тоже уже не 40 долларов за seed, а 32 доллара. Сейчас уже сотни их, наверное. Сейчас их сотни. Но что они сделали, они показали всем, что есть другой путь. Не обязательно продавать абонементы безлимитные. Можно за каждую тренировку отдельно брать плату. И, например, Baris Bootcamp, который в Лос-Анджелесе к тому моменту единственной студией до сих пор был, когда увидел эту бизнес-модель, он тоже разросся. Сейчас в Майами, везде, в Лондоне, в Дубае, везде. И теперь, на сегодняшний день в Америке в количестве людей, конечно, 90% людей ходят в биг-бокс-джимы, и только 10% людей ходят в бутики. Но в деньгах это уже 47% рынка. Благодаря модели бутиков рынок фитнеса опять растет. А какой размер рынка американского фитнеса? 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов. Это только абонементы. Абонементы 30 миллиардов. Из них 47% это уже групповые тренировки. Это бутик фитнеса. А в групповых тренировках там можно покупать? Наверное, можно купить просто бандл посещений, 10-12. Это уже отдельная история. Но там не продаются месяцы. Нет, уже продается. Понятно, что это за совсем другие деньги. То есть там в тот же Orange Series в Нью-Йорке 259 долларов в месяц. Давай поговорим про Orange Series. Что это за компания? Что они делают? Так, Orange Series это бутик студию фитнес, который основался в Майами. У них один только продукт, монопродукт. Это зал, куда ты приходишь. И ты можешь работать либо на беговой дорожке, либо на гребле, либо в свободной зоне, где ты работаешь с функциональными тренажерами. Каждый день там разная тренировка, которая от франчайзера, всем франчайзи одновременно приходит. И каждый день таргетируются разные там мышцы, допустим. И их фишка в том, что они каждому клиенту дают пульсометр. И пульсометр измеряет, в какой зоне пульса ты находишься. Их кодируют цветом. Красная зона лучше не быть. Оранжевая зона – это очень высокая интенсивность. Но вот они хотят, чтобы за один час ты хотя бы 20 минут был в оранжевой зоне. Там желтая зона и зеленая зона, да. Больше 20 минут – тяжело. Что такое оранжевая зона? Это где-то, по-моему, по их определению, наверное, свыше 85% рекомендованного пульса для твоего возраста, веса и роста. Это, ну, как бы, если в словах говорить, это где-то 150 плюс ударов в минуту. Если ты 20 минут будешь работать в таком режиме, это практически кроссфит, то возникает так называемый эпок, excess post-exercise oxygen consumption – повышенное потребление после окончания тренировок. Это происходит потому, что в моменте, когда ты работаешь на таком пульсе, ты в любом случае с воздуха не успеваешь брать достаточное кислорода, сколько твое тело требует его потреблять. И тогда твое тело ворует кислород из крови. А после тренировок, чтобы восполнить уже кислород в кровь, пульс остается повышенным на уровне 110 в течение часа, на уровне 100 в течение 3 часов, на уровне 90 в течение 6 часов. И ты сжигаешь калории еще после того, как ты покинул фитнес-зал. То есть это одна из причин, почему, допустим, высокоинтенсивные интервальные тренировки гораздо лучше, чем кардио. Потому что в кардио все, что ты сжег, ты потом можешь восполнить одним сникерсом. У тебя пульс обратно возвращается на 60, и все. А вот в хите, высокоинтенсивные интервальные тренировки, у тебя возникает вот эта эпоха. Ну, по сути, вот у них на эту теорию подвязан продукт. Он очень простой. То есть это вот одна студия. Основу он взял, конечно, у Барриса, там, где ты работаешь либо на беговой дорожке, либо на скамейке. И они все похожи. Баррис, Оранж Фири, кто еще есть в этом бизнесе? Их много. Например, самая большая сеть бутиков, компания называется Экспоненшал Фитнес. Они, кстати, оставались в тот же год, что и Инвиктус в 2016 году. Там владелец, у него были студии бокса. То есть вот бокс тоже по этой модели пошел. Это в их студиях бокса никогда нету спаррингов. Ты всегда против груши. И он продал его кому-то. И на вырученные деньги он купил несколько студий, там, Пилатеса, что ли, или Pure Balance, там, не помню. Бар или Бар студии, Барре студии или Пилатеса. И начал их развивать. Потому что у него уже опыт был там франчайзить, он начал их франчайзить. Потом он такой, опа, интересно. Купил еще одну, один бренд. Их начал франчайзить. И так он начал портфолио копить. И у него сейчас в портфолио 8 разных брендов бутиков. Это один из них Cycle, другой Bootcamp, один бокс, там, другой бар, Пилатес, там, Йога, еще что-то там. И он их франчайзит. У него сейчас около 2000 локаций. Вот как мы Invictus за это время выросли до 34, а он вырос до 2000 локаций, при том, что он просто покупал готовые бренды. Там франчайзинг совершенно на другой скорости растет. Вот они, наверное, самые большие сейчас по бутикам. Когда вы запуститесь в Нью-Йорке? Какие ваши планы? Вы откроетесь в феврале в Алма-Ате, Heroes Journey? Что дальше? Какие планы? Ну, конечно, следует сказать, что сейчас очень большой туман войны. Мы не знаем, что там. Но из того, что мы понимаем, нам нужна будет помощь. Поэтому я сейчас еду в Нью-Йорк в декабре с 11 по 22 в Нью-Йорк, Майами. Моя первая задача – это взять себе борд-адвайзера в компанию Heroes Journey. Кого-то с опытом именно открытия бутиков, в Нью-Йорке. Сейчас у меня вот два-три сильных кандидата есть. Они работают как раз в таких компаниях, которые сами там скупают франчайзинги и потом развивают по франчайзингу. Покупают бренды, не бренды, и бренды покупают, и мастер-франшизу берут, и потом уже развивают их. А, то есть это ребята, которые имели опыт покупки франшизы. Да, вот я сегодня утром в 5 утра писал, в конференции участвовал. Там компания GoSaga называется, там 5 кофаундеров. Они все вот из такого бакграунда. Кто-то в Barysi работал, кто-то в Orange Series работал, кто-то там. И вот их компания GoSaga, у них там несколько стратегий. Первая из них, у них свой бренд есть. Я забыл, как это называется. Limber, что ли? Стретчинговой студии. И они его собираются франчайзить и развивать сами. Потом они запартнерились с компанией FitLabs, которая называется, которая хочет стать следующим exponential фитнесом. У них тоже там в портфолио 8 брендов. И вот один из самых сильных, кстати, брендов в их портфолио, это то, что Nike им доверил открыть первые 10 студий Nike в Америке. И вот эти ребята GoSaga тоже смогут Nike студии по франчайзингу открывать. В чем концепт Nike студии? Вот у них будет два направления, Nike Running Club и Nike Training Club. Nike Training Club – это будут силовые тренировки с свободными весами. Nike Running Club – это какие-то тренировки вокруг бега, возможно, что-то типа буткампа будет. Они готовы будут, как бы условно… Ну, Nike обычно бизнес-модель, это все-таки продажа обуви, да? Я думаю, они очень просто жесткие требования будут выдвигать к эстетике, к концепции, к архитектуре. И будут брать, скорее всего, Royalty у FitLab за использование бренда. А так они доверятся уже экспертам из фитнеса создать продукт. И у них как бы есть понимание, что это будет NRC и NTC. Да, возможно, конечно, как ты говоришь, что там туман войны и планы поменяются, но примерно какой таймлайн у вас? Таймлайн такой. Вот сейчас мы должны примерно до конца года определиться, кто будет нашим борд-адвайзером. Следующий год, первую половину я все же посвящу бизнесу в Казахстане, открытие студии в Алмате, открытие студии по франчайзингу в Астане. И вот… В Хирузьоне будет в Астане, еще один, да? Еще один, да. Там вы обкатаете уже франшизу. Да, то есть больше не франшизу. Больше мы допроверим все свои гипотезы, чтобы мы там не оставили какие-то непроверенные гипотезы в плане физического продукта до того, как пойдем в Америку. Потом я буду делать бридж раунд. Мне нужно привлечь где-то уорчест 3-4 миллиона долларов для того, чтобы там нормально себя чувствовать. Я пока до конца не знаю, сколько у меня капекс будет в Нью-Йорке. Я знаю, если бы не было бы то, что называется TI, ну вот, с учетом того, Да, с учетом того, что арендодатель дает арендатору деньги в Нью-Йорке, это может существенно уменьшить мой капекс. Вот в Казахстане арендодатель вообще ничего не дает. В Америке, если ты скажешь, что там на два… Допустим, если ты скажешь, 10-летний договор хочу подписать с тобой, то тебе дадут полтора года каникул и Tenant Improvements примерно 150 долларов на квадратный фут. 150 долларов на квадратный фут это где-то 1800 долларов на квадратный метр. То есть на студию в 1000 квадратов они тебе заплатят за то, что ты у них арендуешь миллион 800 долларов. Но если ты скажешь, 20 лет хочу, то они тебе дадут три года каникул и TI уже 200 долларов. Естественно, с первым клубом мне будет тяжело, потому что у меня нет кредит-рейтинга в Америке. И тут мне очень важно как раз найти надежных партнеров, может быть, что-то типа фонд, private equity фонд, GoSaga, или как называют Жан из Big Sky Capital. А, нет, не Жан, Адиль, белые лица. Да. Да. И вот, ну, со временем, думаю, будет легче и легче. Поэтому я до конца не знаю, будет ли это 2 миллиона доллара или 4 миллиона. 4 вряд ли. Другие географии вы не рассматриваете? Вот Нью-Йорк, какая-то примерно локация на Манхэттене есть уже? Ну, или примерно где-то будет? Да, это где-то около Мидтауна и, наверное, может быть, с небольшим скью в сторону Челси. Почему не район, не северная часть Манхэттена, там центральный парк и все прочее? Там слишком много. Имеешь в виду Ленокс Хиллс или Upper West Side, East Side. Да, да. Для нас все просто, если честно. Открываешь Google Maps, забиваешь там SoulCycle или Orange City или Baris Bootcamp или Equinox и где их больше всего, там и открываешься. Потому что, во-первых, это говорит о том, что рынок там, удобный рынок там, а во-вторых, нам нужны не новички и не профессионалы, нам нужны те, кто постоянно пробовал фитнес и знает о себе, попробовав наш продукт, что вот настолько он лучше. Потому что те люди, которые пробовали фитнес раньше, после этого пробуют Heroes Journey, у них NPS равно 10. Они говорят, блин, это лучшее, что я пробовал в своей жизни. Если говорить про мировой, рынок мирового фитнеса, какие вот рынки быстро растут сейчас, географически? Быстро растут все те рынки, которые находятся в хорошей экономике, но при этом начинают с низкой базы. Например, по какой-то причине в Италии люди мало занимались фитнесом исторически. И вот сейчас Италия, Испания, Южная Европа это одни из самых быстро растущих рынков фитнеса. Если говорить про Юго-Восточную Азию, там Индию, Китай, они просто быстро растут, потому что они начинают с низкой базы. Вообще никто спортом не занимается, да? Да, и вот из-за того, что они с низкой базы начинают, они тоже быстро растут. Я ходил на пару групповых тренировок в Индии, там есть такое, это такая, по-моему, называется, я забыл, забыл, сожжение, название, это бывшие e-commerce фаундеры продали свой стартап и решили пойти в фитнес с real estate и все прочее. Я тогда увидел, что, ну, я там долго не тренировался и был, я понял, что там уровень такой высокий, да, то есть как раз-таки не совсем спортивное население в общем-то. Традиционно нет такого, нет такой, там больше йога, да, больше вот такого, где американский вид тренировок групповых, там, с фокусом, да. Давай поговорим про еще такой вопрос, касающийся, мы рассмотрели бизнес, да, фитнес, с точки зрения бизнеса, давай рассмотрим фитнес с точки зрения, скажем так, человека, кто этим занимается. Твои рекомендации для, человек, кто вообще спортом не занимался, да, не занимался фитнесом, как ему за год привести себя в порядок? Минимальный набор тренировок для новичков, что нужно делать? Вообще, если человек уже чем-то занимается, если, например, человек мне говорит, я вот хочу к вам заняться, никак не дойду, я спрашиваю, а чем вы занимались? Он говорит, я бегаю. Я говорю, насколько вы часто бегаете? Он говорит, я регулярно бегаю. Я таким людям говорю, ничего не меняй, бегай. Уже бегать? Бегай. Потому что, или там человек мне говорит, вот я занимаюсь, я хожу там в Ройл, сори, я к тебе не хожу, мне далеко по проку. Он говорит, ты регулярно ходишь? Он говорит, да, регулярно. Я говорю, ничего не меняй, ходи в Ройл. Фитнес настолько капризная штука, что если он работает, то лучше ничего не менять. Да. Вот. Фитнес начинает пропадать из нашей жизни ровно в тот момент, когда мы что-то меняем. Самые очевидные изменения, это командировки, поездки, отдых, ну и другие, которые возникают, даже если мы в одном и том же городе, это болезни, болезни детей и так далее. И вот стоит выпасть из наработанной рутины, возвращаться невероятно сложно. И если ты хорошо занимаешься фитнесом какое-то продолжительное время, пусть это даже месяц, сделай все, чтобы не прервать эту рутину. Прям сделай все. И вот ты сказал, за год или на год. Вообще к фитнесу тоже так нельзя относиться. Нужно сказать, вот я начал ходить в фитнес, и от сегодняшнего дня до конца своей жизни теперь я буду заниматься фитнесом. Отлично. Вот. И не должно быть каких-то вот коротких временных таких ограничений. Ну и вообще фитнес офигительная вещь. В стиле жизни. Он этот, как мы же говорим, там в стартап кит висишников ходит, там жилетка Патагония, там, как еще? Blackbird или? Allbirds, кроссовки. Да, вот в фитнесе тоже. Блин, я потерял мысль, что я хотел сказать. Ну да, то есть фитнес – это стартап кит. Да, то есть… А, да, да. Сам фитнес входит в стартап кит вот человека, который хочет работать над собой. И это касается не обязательно вот физически. Вот сейчас самые популярные… Вот мы думаем, что фитнес нужен человеку в тот момент, когда он там потолстел, и боль его от того, что он смотрит на себя в зеркало, не хочет смотреть, настолько высокая, что теперь он принимает. Да, это есть. Но еще часто, еще чаще оказывается сейчас потребность заниматься фитнесом возникает в тот момент у человека, когда он говорит, что-то я вообще обленился, стал непродуктивным, пора в жизни что-то менять. Он начинает там читать книгу, начинает там, не знаю, на какие-то курсы записываться. И вот фитнес, оказывается, для такого человека тоже там чуть ли не первый. И как только он начинает заниматься фитнесом, вся его остальная рутина тоже подстраивается, и это такой productivity boost. Ну да, и я помню вот YC мантра, да, там три-три, всего три шага. Первое – улучшай продукт, второе – разговаривай с пользователем, третье – ходи в спортзал, чтобы у тебя была энергия делать пункты 1 и 2. Да. Да, ты прав. Я не знал про это, запишу. Вопрос такой, персональный. Вот сам, как у тебя проходит твое фитнес-расписание в неделю, с учетом твоих комбинировок и прочего? Да. Я вот, меня часто критикуют в том числе то, что я иногда там форму теряю и так далее, но благо последние, наверное, три недели я прям хорошо занимался фитнесом. Хорошо для меня это, ну, пять раз в неделю. По часу, да? Да, по часу. Иногда я стараюсь долго не заниматься, потому что стоит, допустим, если два часа будешь заниматься, потом и спать нормально не можешь, на следующий день потом проснуться не можешь, потом на следующий день пойти на фитнес не можешь. То есть нужно найти для себя ровно такой объем работы, при котором ты, во-первых, и спать будешь, во-вторых, и проснешься нормально, и в-третьих, и на следующий день сможешь прийти на фитнес. Но даже если так, ты четыре раза в неделю сходишь, пятый раз тяжелее. Понедельник легкий, четверг тяжелый, да? И вот, ну, как-то вот через формулу я нашел, что я примерно 45 минут занимаюсь. Что ты тренируешь? Как выглядят твои тренировки? У меня традиционные там силовые тренировки. То есть я в понедельник делаю то, что называется push day. Push – это все мышцы, толкатели. Это грудь, плечи, трицепс, пресс, Вторник у меня pull day. Pull – это спина, бицепс, нижняя часть спины, да? Среду ноги, потом, если успеваю за неделю шесть раз, то опять будет четверг push, пятница pull и суббота ноги. Но обычно так не получается, поэтому я могу сделать четверг объединенный push-pull, ну, два раза меньше объем работ, но в пятницу еще раз ноги. Ну, и во время командировки, я так понимаю, вот судя вот по вашей поездке, вы, это ваш, с одной стороны марк трясет, с другой стороны вы прямо на тренировки ходите? Зависит. Если это вот ленивые командировки с детьми, то не получается. А вот если это с коллегами, там, поездка в Америку, обязательно. То есть мы даже останавливаемся так и дизайним свои путешествия так, чтобы маркет-ресерч делать, и маркет-ресерч нельзя сделать, посмотрев. Нужно пережить этот опыт полностью. Ну, благо, вот недавно в Турцию мы ездили с клубом YPO, там хороший фитнес-зал был, и мы занимались фитнесом. Классно. Давай поговорим про инвестиции в публичные компании. У тебя есть, скажем, ты этим занимаешься, с командой. Расскажи про вот эту деятельность, как вообще она зародилась. Да. Ну, в целом, инвестиции мне всегда интересны были. Я еще учился в университете, я в LSE в Лондоне учился на экономиста, и LSE, он такой был кузницей для инвест-банков, и там все увлекались инвестициями, всякие там investing society и так далее. Я тогда очень агрессивно там торговал опционами. В результате все потерял, в результате потерял к этому интересным на долгое время, но со временем где-то в 19-18-х годах начал обратно возвращаться в это после долгого перерыва. нашел людей, в частности нашел человека, value-инвестора в Алма-Ате, его зовут Джон Успанов, я у разных людей спрашивал, потому что я после того, как агрессивными стратегиями занимался, я понял, что лучше value-investing, и как финансист, экономист, он тоже ближе всего, потому что value-investing основан на том, что компания должна стоить сумму дисконтированных денежных потоков в будущих периодах. И вот мы с ним собрали команду, у нас 4 человека, мы управляем несколькими портфелями, включая своими портфелями, и в 20-м году мы стартанули, 3 года работаем. За 3 года я понял, что я не очень хороший value-инвестор, я недостаточно терпеливый, мне традиционные компании, которые нравятся value-инвесторам, мне не нравятся, наоборот, мне они не просто не нравятся, они вообще кажутся левыми, и я понимал, что как бы... Деперамент не подходит тебе. Да, я понимал, что мне больше технологические компании интересуют, меня больше интересуют там... Ты больше Кати Вуд, чем Орен Байкетт? Нет? Точно не Кати Вуд, то есть для меня valuation matters, не этот, как это называется, ну, некий tech компании, tech сектор с фокусом на будущее, но это reasonable price. Мне очень важно, как бы, ответ на вопрос, чтобы да был, там, будет ли эта компания важной через пять лет? Например, если речь идет о каком-то Liberty Broadband, я не знаю, может и нет. А если речь идет о каком-нибудь, не знаю, TSMC, ответ, ну, конечно, да, да. И вот это мой первый фильтр, чтобы компания мне была интересной. То есть я хочу инвестировать в такие компании, которые будут не только релевантными, но и еще более важными в будущем, чем сегодня. Но при этом, чтобы и сегодня они были прибыльными. То есть Uber у меня тоже в портфеле не было, потому что они убыточные до всегда были. Твои 10 самых любимых стоков в технологическом секторе? Здесь такие есть, ну, пять любимых. Так сложилось, что Мета один из любимых. Одна из причин, потому что вот пока Марк Зукерберга не так много ошибок было, были, конечно, ошибки. Кто-то его сейчас будет критиковать за метаверс, но мне кажется, еще большая ошибка, ошибку он совершил в 2019 году, когда появился ТикТок, и когда вот на внутреннем собрании в leaked memo он сказал, да, что такое ТикТок, у нас уже есть ТикТок, это вот наши сторис, это просто вертикальное видео. И он его проигнорировал. И потом он уже, ну, появись Reels там на два года раньше, не было бы ТикТока. Да? А он просто проигнорировал. И он тоже хорошо понимает. А в целом, если так посмотреть, то вот как недавно акции там падали до 90, там уже все списали мету, сказали, только бабушки пользуются Фейсбуком, никому он не нужен, а он смог такой тёрнараунд сделать, что вот в последнем квартале у них year-on-year рост выручки 26%, то есть это еще быстрее, чем до ковида. То есть такая компания, то, что может расти на 26%, это фантастика. Это понятно, что вот Apple-овские изменения в IDFA уже свой эффект имели, там TikTok уже свой эффект имел, и стало очевидно, ясно, что TikTok, Instagram, они разные функции выполняют. Если вообще так задуматься, TikTok, наверное, больше конкурент YouTube, потому что ты там не контент-криэйтор чаще всего, ты просто консюмер контента. А в Instagram ты часто смотришь за друзьями, и это в миссии, да, Поэтому я считаю, что это платформа, которая будет релевантна и годы спустя, и у них одна из самых лучших платформ для рекламодателя, я им пользуюсь как бизнес, я им всегда пользовался как бизнес, и использую правильно, можно прям очень хорошо отслеживаемые результаты в маркетинге получать, и я считаю, что в будущем все больше и больше и больше бизнесов будут запускать рекламу в платформе Меты и их монетизация там, у них же, знаешь, монетизация там в Северной Америке классная, я не помню, там цифры, 50 долларов там за юзера, а во всем остальном мире не очень, даже в Европе там гораздо ниже, поэтому по мере того, как бизнесы учатся давать цифровую рекламу, монетизация во всех регионах тоже будет расти, поэтому вот номер один для меня мета, я очень люблю вселенную то, что называется семиконтакторс, полупроводников, причем не только конечных дизайнеров, таких как Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, но и Foundry, из производителей, таких как TSMC, Samsung, тот же Intel, но и то, что до них, то, что называется семикапс, сейчас уже все знают ASML, голландцы, голландцы, да, но мало кто знает там LAM Research, кто еще там, Applied Material, Stokio Electron и так далее, и так далее, вот эти все компании мне очень интересны, там вообще все классно, единственное, сейчас циклическая проблема есть, почему я, допустим, в данный момент не держу семикапс, то, что Китай, опасаясь санкций, очень сильно закупается, и мы временно видим повышенные продажи, и когда вот им запретят покупать все вот эти оборудования от LAM Research, там, Applied Materials, у них будет просадка выручки, и вот тогда будут, наверное, цены поинтереснее, сейчас в портфеле есть TSMC, есть колл опционно AMD, к сожалению, NVIDIA нет, я вот виню себя, он всегда мне дорогим казался, но вот этот, когда аха-момент был с чат GPT, я просто все делал в декабре прошлого года, все, что можно на чат GPT, и я прекрасно понимал, что все это компьютится на NVIDIA, и все равно как-то воздержался от покупки, это вот, ну, то есть еще месяц был opportunity купить NVIDIA недорого, и вот я не смог, поэтому вот этот Space, он в целом мне интересен, это и, кстати, касается DRAM, таких компаний, как SK Hynix, Micron, там, Samsung, вот, это вот второе, дальше, ну, дальше как бы все, все как обычно, чуть-чуть там Google, чуть-чуть Amazon, мне Amazon очень нравится, а именно AWS, да, я уверен, что те экономики масштабов, которые у них в ритейле есть, они тоже означают, что Amazon будет очень важным, еще более важным игроком будущего, но AWS сейчас у них выручка 80 миллиардов долларов, чистая прибыль 20, да, означает, сколько это, 25% Net Margin, да, но у них оказывается вот та часть юзеров, которые еще не пользуются AWS, это крупные Fortune 500 компании, у которых на серверах столько данных, что их надо на грузовике везти, и потому что если через интернет эти данные перекачивать, там, даже с гигабитным интернетом, там, 100 лет нужно, и они вот на грузовиках, когда везут эти данные, это и то полгода занимается, оказывается, занимает, и представь, что эти компании привезли свои данные, теперь они работают с AWS, они никогда не смогут оттуда выйти, просто никогда не смогут, и оказывается, вот накоп, такой pipeline, такого revenue у AWS на 200 миллиардов долларов, поэтому можно вот легко представить, что через, там, не знаю, 10 лет AWS, это уже, там, 250-миллиардный бизнес, не зря Джефф Безос в 2013-м году сказал, что этот market is unconstrained, да, классная фраза, супер, вот ты рассматриваешь инвестиции как хобби, или ты планируешь прям полноценный зато бизнес тоже построить? Нет, я бизнес не буду, просто инвестиции, они нужны, как инструмент финансово, грамотного человека, чтобы как-то распоряжаться своими финансами, и мы не оказываем, там, услуги каким-то сторонним людям, мы это делаем больше в рамках, там, людей, которые уже с нами, ну, это близкие люди, короче, инвесторы, которых мы знаем. Ну, это как бы дополнительное на преимущество, то, что ты оттачиваешь в аналитический, аналитический, скажем так, катану, да, то есть ты, это, это, блин, это очень сильно помогает обычному бизнесу, видя кейсы в бизнесе, ты, ну, намного, наверное, это лучше, чем читать бизнес-книги, читать годовые отчеты существующих компаний в сегодняшней реальности, это просто нереально, ну, это лучше, чем читать новости. Ну, и потом обсуждать это с командой, терять деньги на этом, ты чувствуешь, зарабатывать на этом, да. Да, зарабатывать на этом. Давай поговорим еще про, у тебя несколько было сессий для бизнесменов в отношении, там, Jobs to be done и других фрейморков. Расскажи, вот, примерно, содержание этих вот тренингов. Окей. Да. Заранее скажу, что я больше тренинги не веду уже, но они были классными, я где-то 100 человек обучил. Почему не ведешь? Нужно было сфокусироваться на основной работе, в частности, там, Heroes Journey. Я вот, когда делал раунд, многие меня спрашивали, там, а вот это вот тебе не помешает? И я там первым говорю, не, не помешает, потому что, но когда уже несколько человек тебя спрашивают одно и то же, ты уже понимаешь, что, возможно, это твой внутренний байес, и ты уже оправдываешься. Возможно, они правы. И вот это заставило меня сильно, ну, как бы задуматься. И к тому моменту я уже вот эту свою хотелку пообучать закрыл. У меня вот накопилось знание за последние пять лет. Чем можно поделиться? И я видел, что это действительно новые знания, которые там какая-то часть, маленькая часть стартапа, экосистемы знает, но основной традиционный бизнес не знает. Вот мой основной аргумент вообще в моем обучении это то, что традиционный бизнес должен стартапизироваться. Старые методы управления компаниями все менее и менее релевантными будут. И если ты видишь себя лидером через 10 лет, то ты стартап-метод уже должен сейчас начать применять. И также у меня фокус на стратегии был через, вот мы с тобой обсуждали фреймворк Хамильтона, Хельмера. Вообще стратегии я долго шел, не мог его понять, что это, для чего, тоже ошибочно всякие встречи называл страт-сессиями. Вот, и даже стратегия голубого океана как-то не дает clarity. Если подумать, кстати, стратегию голубого океана очень легко хвалить. но если подумать, что он говорит, если вот реально упростить несколько, он говорит создай стартап. Да. Не знаю, какой, но создай. Не знаю, как. Ну, короче, вот делай то, что другие не делают. Вот тогда у тебя будет все хорошо. И там 99%, что это, скорее всего, не нужно рынку вообще. И я считаю, что это правильная мысль, но это не стратегия. И эту правильную мысль гораздо лучше объясняет традиционная стартап-теория уже. уже сейчас традиционная, но как бы все-таки новая. Все равно стратегия голубого океана немножко староват. Почему стратегия голубого океана появилась? Потому что она появилась как критика старой школы стратегии, которая портер, которая все время конкурент, конкуренция. Она умна, и стратегия голубого океана говорит, блин, нельзя так сильно на конкурентах фокусироваться, лучше фокусироваться на потребностях рынка. Это один шаг в правильном направлении. Гораздо лучше помогает создать новый продукт, который раньше не был создан. стартап-теория. И, конечно же, после того, как ты создал и создал product-market-fit, ее надо защитить. И тут тебе как раз помогает больше фреймворк Хамильтона Хельмера с 7 сил. Не сил, ну, короче, 7 powers. Да. Что, на твой взгляд, традиционный бизнес не понимает и может подчеркнуть из стартап-теории? Первое, не понимает, что внутри существующей компании невозможно создать инновационный продукт, который противоречит бизнес-модели существующей компании. Это вот дилемма инноватора, это очень хорошо изучены феномены, и это те граблины, которые я лично много-много раз наступал. не может традиционная компания создавать новые продукты внутри себя, которые противоречат его бизнес-модели, потому что основное решение в компании принимают не люди, оказывается, а формула получения прибыли. Это вот из фреймворков Клайтона Кристенсена, да? Вот, потом наилучший способ относиться к своей компании, скорее всего, это как портфелю из двух, как два разных портфеля. В одной портфеле у тебя должны быть существующие кэш-генерирующие традиционные бизнесы, а в другом портфеле у тебя должны быть стартапы, и ты должен к этому портфелю относиться так же, как венчурный инвестор относится к своими инвестициям. Ты должен там культивировать культуру поиска, быстрых итеративных экспериментов, и ты должен быть готов, чтобы большая часть этих проектов провалится. Ты должен делать фокус на обучение, а не на execution. И вот культура, которая требуется, финансовая дисциплина, отношения, которые требуются к двум разным подходам, они совершенно разные. Если ты сможешь ментально заранее разделить все свои проекты на инновационные проекты и традиционные... Explore-Exploit, да? Да, Explore-Exploit. Это у кого было так? Это больше из AI-триминологии, там есть такой алгоритм, называется Simulated Unhealing, где ты 80% времени эксплуатируешь то, что работает, а 20% ищешь новый локальный максимум. прикольно. Да. Ну, такие вот есть. А если говорить про страт-сессии, как вот, на твой взгляд, идеальный формат для страт-сессии на текущий момент? Как часто их проводить? Как часто их проводить в инвикторсе? Раз в год, наверное. Сложный вопрос, сложный вопрос, потому что нужно понимать, что стратегия это что? стратегия это что-то, что приведет к тебя к будущему расположению ресурсов так, что даст тебе преимущество от конкурентов. Достаточно сложно, да? Это вот на примере футбольной команды, да? Если ты там готовишь Тоттенхам, готовишься на выходных к игре к Манчестеру United, ты должен примерно попытаться предсказать, кого они вытащат, какие ресурсы они поставят, как они их Отдай пас Магуайру. Это стратегия, кстати, отдай пас Магуайру. Мне так его жалко, столько против него сейчас хейты идут, но да. И с этой точки зрения стратегии не бывают в изоляции от теории. Стратегия всегда должна быть основана на теории. И один из пробелов в проведении стратсессии, что у наших даже очень хороших менеджеров нету базы стратегических теорий. Это там нужно быть MBA и градуэтом, да, или еще кем-то, для того, чтобы какие-то теории знать. И вот одна из задач, я обучал как раз таки Seven Powers, потому что он очень легкий, и он очень полезный с точки зрения построения стратегии. Поэтому в бизнесе должен быть кто-то, кто отвечает за стратегию. Да, это иногда founder и CEO, но это не обязательно. Иногда это может быть, как помнишь, этот же есть стратегири, который ведет, Бен Томпсон. он в стартапах как раз занимал head of strategy всегда, оппозиции, потому что есть такие люди, которые стратеги, которые как Бен Томпсон лучшие в стратегии, и это очень-очень важно, найти таких стратегических людей. Такой вопрос недавно Дженсен Хуан рассказывал, что одна из задач, на его взгляд, CEO, это смотреть за углами и предвидеть как раз таки будущее расположение рынков. Как вообще научить себя этому, то есть как вот сделать так, чтобы в случае Nvidia они были в правильной позиции, они были уже полностью готовы, они всегда скажем так, за 10 лет начинают рынок создавать, и когда рынок появляется, они уже там. Он же еще сказал, что нужно быть ближе всего к дереву, когда яблоко поспеет, но не обязательно поймать это яблоко, когда оно упадет, но когда оно окажется на земле, хотя бы оказаться ближе всех, чтобы подобрать его. Да, совершенно то есть яблоко уже упало на землю, и ты просто первым его схватил. это конечно гениальная, феноменальная вообще легендарная история, как все это произошло, и он сам почти не знает, потому что никогда там до того, как это произошло, он не говорил, что это произойдет, но каким-то образом там, ну например, Аха Момент для них это был AlexNet, да? Да, 2012 год. Да, и они каким-то образом сделали вот этот highly parallelized был compute, который в основном они для ученых делали, да, и когда вообще они начинали эту архитектуру, он даже не понимал, для чего он это делает, если честно. Поэтому я не знаю, это надо, чтобы он очень откровенно свои именно мышления, сказать, как он смог понять, что ваннойман компьютеры будут менее релевантны, и parallel compute будет в будущем. Почему GPU побьет CPU, да? Да, и это гениально. Конечно, со временем его, вот более поздние его решения, они более как бы объяснимы, да? Например, когда уже CUDA-архитектура де-факто был стандартом всех исследователей в AI, когда он с ними общался, как он сам рассказывает, там, я общался с Ильей, там, с, как этого, с Facebook чувака. Да, да, с Ян Ликун, да. Ян Ликун, да, с вот этими, с вот этими, и он с ними тусил, он от них получал фидбэк, и всегда спрашивал, и он раньше всех увидел, да, вот foundational models, то, что если там задрать параметры на несколько порядков выше, то какой-то там intelligence эмерджится, и он понял, что ага, значит, следующий limitation уже не сам компьют будет, потому что не существует чипов, чтобы такие модели на одном чипе, значит, даже ты должен уже много-много кластеров компьютеров соединять, и он понял, что самым большим bottleneck будет networking, и hence the Mellanox Acquisition 2019 за 9 миллиардов, за которые его в моменте критиковали, да, зачем так переплачивать за стартап с Израиля, да, это уже более объяснимо, а вот старые, как вообще? Вообще вот интересный подход, да, то есть когда предприниматели ходят на научные конференции, где обычно все ученые, публика, это профессоры, это ученые, это PhD-студенты, Ларри Пейдж тоже известен тем, что там вот инкогнито посещает эти научные конференции, там тихонечко сидит и записывает о чем думают ученые, потому что о чем думают ученые, это что, что становится рынком через 10 лет, много из этого становится галлюцинациями, да, но что-то из этого становится большим местом. У Гугла больше галлюцинаций, конечно. Ну да, да, есть такое. А у тебя вот у нас общая есть страсть, это фреймворки, да, расскажи про вот один из Seven Powers, Hamilton Helmer, замечательный фреймворк, какие еще фреймворки ты вот часто используешь в своей жизни, ну и в бизнесе кажутся тебе полезными? Когда ты общаешься с предпринимателями и ты видишь, что вот можно использовать этот фреймворк для их бизнеса, это сильно помогает. Ну, в целом, если можно, весь этот стартап-подход это не один фреймворк, это коллекция многих-многих фреймворков, наверное, это один из самых важных фреймворков для меня, потому что, во-первых, ты работаешь быстро, во-вторых, ты заранее ничего не знаешь и честно признаешься себе, все нужно протестировать, нужно делать кучу, много разных экспериментов, и вот это как бы основной совет, который я всем даю, потом мне очень нравятся труды Клайдена Кристенсена, начиная там от ранних таких, как «Дилемма инноватора», там более поздних, где он там описывает «Jobs to be done» в книге «Competing against luck», которую на русский ужасно перевели, знаешь, не знаю, ужасно, классное же название, «Competing against luck», а там по-русски типа «Соревнуйся против удачи» или как? Или «Побеждай вопреки удаче» должно быть, да? Они перевели «Закон успешных инноваций». О, совсем скучно, очень скучно. Прошел бы мимо просто сразу. Да, прошел бы мимо, exactly. И еще больше я получил в Гарвард Бизнес Скул, там онлайн у него курс был, «Distruptive Innovation», что ли, назывался. Там он гораздо больше фреймворков давал, которых как раз нету в книгах, и, к сожалению, он умер, но мне кажется, он такой был гигант в области инновационной стратегии, как традиционным бизнесом выстраивать свою задачу, ну, себя, чтобы быть релевантным, всегда там уметь нос по ветру держать. Супер. Давай обсудим, мы вкратце коснулись этого, один из твоих первых бизнесов, это был супермаркет, сеть супермаркета, а два. Расскажи вообще про юнит-экономика одного супермаркета, вот чтобы примерно понимать, есть очень много магазинов у дома, как это выглядит, сколько он зарабатывает в месяц? Хорошо, ну, в среднем давай, миллион тенге в день, 30 миллионов в месяц, gross margin 25%, так значит, 25 это на 3, сколько, 70,5 миллионов gross profit, аренда тогда, ну, гораздо дешевле было, аренда, наверное, миллион была, в те времена, сейчас больше, там, зарплаты примерно, миллион было тогда, НДС, там, КПН, оно умно, и где-то выходило, наверное, на магазин, 4 миллиона. 4 миллиона профита, да? Да, профита. А вот портишь, то, что портится, списаешься. А поставщики сами забирают его. Сами забирают, да? Да. Это вот входит в их... Да, да, то есть они борются за то, что выставлено у тебя, но за то, что ты их выставляешь, они согласны забирать, если что-то портится. Представим, что нас слушает человек, кто не хочет создавать сеть, у него нет таких амбиций, но он просто хочет создать небольшой магазин у дома, у себя, вот там, он... У меня классный совет есть. дай им рекомендации. А? Какие рекомендации есть? Не открывай. Не открывай. Теперь, очень коротко, почему, почему нет? Блин, ужасный бизнес. 4 миллиона тенге, почему мне? Ужасный бизнес. Что с ним не так? Нервы, которые ты потратишь, стоят 5 миллионов. Вот ровно на миллион больше, чем прибыль. Блин, это вообще ужасный бизнес. Это, ну, в смысле, не для всех. Безусловно, есть те, кто... Я вот раньше, когда читал там книгу там или статьи про Голицкого, который магнит создавал, и всегда, когда он жаловался, как ему плохо, как ему хреново, как ему все это не нравится, я вообще не понимал. Чувак, типа, мы тобой восхищаемся, ты создал самую большую сеть в России там 12 тысяч магазинов, и ты ноешь, короче, я, кажется, понял его. Конечно, масштабы совсем другие, но, честно, мне вообще не понравился этот рынок. Вообще. А, ты же тоже, кстати, чуть-чуть позанимался этим. Не совсем этим, конечно. Около, да. Ну, то, что один магазин, это классно. Вот, когда это вот так вот становится, когда ты соприкасаешься с кончилером, когда ты соприкасаешься вообще с воровством, ты хочешь платить больше зарплаты, но ты не можешь, да, ты, у тебя свои же воруют, да, причем везде, в цеху у тебя воруют, там, повара, технолог воруют, бухгалтер у тебя украдет, там просто столько грязи, и в конце концов, это больше похоже на нескончаемую борьбу, чем на бизнес. То есть ты в сервере бежишь по, как соник. И ты совершенно не видишь, как вообще мир меняется, что происходит в мире. Потому что постоянно у тебя пожары. Да, постоянно пожары. Если бы не Invictus и не Хирос Джерни, какие есть у тебя какие-то там идеи, которыми ты готов поделиться, проблемы, которые ты видишь, Jobs to be done, которые ты видишь на рынке, ну, на казахстанском рынке, что можно еще создать здесь. Как, например, ты относишься к бизнесу, очень популярному в последнее время, это покупаешь в автокредит авто, нанимаешь водителя, и они в Яндексе ездят. И потом за пару лет ты оплачиваешь кредит, и вот машина твоя. Ну, звучит как хорошее. Ну, там только тоже много пожаров своих, тоже много там, там машина ломается, может быть, водитель не самый хороший, там тоже операционно тяжелый бизнес. Да. Ну, видишь ли, я думаю, что это хороший бизнес, и объясню, почему. Ну, задам один вопрос. Эта машина была куплена на льготный кредит? Мм, важный вопрос. Да или нет? Нет, я не знаю, то есть, я просто теоретически, доверяю. Если он был куплен на льготный кредит, то это просто трансфер богатства от того, кто субсидирует кредит, тот к тебе, как к бизнесмену. И, ну, воспользуйся этим, если можешь. А если не на льготный кредит, то, скорее всего, это уже будет тоже борьба, бег, потому что ставки у нас высокие, скорее всего, 26, 27, 30 процентов годовых, да, наверное, сейчас кредиты на машину, и это за два года у тебя уже почти там 2х будет, если 30 процентов, и возможно, что это никогда не окупится. Какие еще ниши ты видишь, кроме этого, для кэшфлоу бизнесов? Я прям не вижу в этом нишу. Для кэшфлоу бизнесов? Да, кэшфлоу бизнесов, не стартапы. Окей. Ну, ты вот такой рассуживаешь, о, классная идея, но времени нет. Столько у меня и так других бизнесов сейчас. Я лучше доведу количество франшизов до 75, чем какую-то там новую историю проверять. Да. Есть такие истории? Честно говоря, я отучился уже думать так, я не смотрю вообще по сторонам, поэтому не могу сказать. Ну, в стартапе, естественно, есть какие-то идеи, которые, типа, я бы занялся, если было бы время. Вот ты не зря летом обучал промт-инженеров, чат-жипетов, пяти, если бы сейчас мне чем-нибудь хотел бы заняться, но, наверное, занялся бы этим. Наверное, какого-нибудь чат-бота делал бы, который бы легко было бы программировать бизнесу под свои нужды, который бы мог бы, ну, не знаю, там, кастомер-сервис делать, может быть, ну, идеально, продажи, конечно, пытался бы накрутить там голос там. И потом молиться, что OpenA тебя не убьет на время своего ДФД, да? Именно вот когда через API calls они же больше, а вот эти все GPTs, они же больше как внутренние, внутри чат-жипетии, если ты внутри чат-жипетии готов использовать, да, то там он тебя убьет, а вот если ты уже такой highly differentiated UI, UX бизнес. Один из еще сильных твоих сторон, это у тебя замечательные слаженные команды, которые готовы там с тобой проводить вечера, субботы, воскресенья. В чем секрет? Кто эти люди, которые с тобой работают на протяжении большой дистанции? Ну, как бы я, ну, мне, наверное, повезло, мне всегда так удавалось с детства делать, и как-то все продолжилось, я действительно ко всем коллегам отношусь как к друзьям, я сам люблю проводить время с ними, поэтому и они со мной, наверное, и... То есть, такого действительно, я вот общался с твоими коллегами, там нет вообще разделения, вот в обычных компаниях 6 вечера все ушел, на работе это работа, а вот друзья у меня настоящие, они не мои коллеги вообще, это совсем, совершенно не так в Инвиктусе, вот как это сложилось? Как-то само по себе сложилось, и мы... И вообще, когда я думаю о друзьях, и думаю, вот о тем, с кем я буду работать, это похожие, наверное, фреймворки, мне важно верить, что я могу доверить свою жизнь, то есть, такой ментальный эксцессайз, это, если бы завтра была бы война с Россией, и мы оказались в окопах, могу я довериться быть в окопе рядом с этим человеком? И если ответ на этот вопрос да, то я больше склонен продвигать такого человека, давать больше ответственности. Вот это саттл, но мне кажется, важно, потому что, конечно, наверное, существуют какие-то супер-хай-перформеры, но если они будут туда-сюда ходить и успеют с тобой поработать только год, потому идут куда-то, все равно этот импект не будет ощутим, потому что импект, он все больше и больше становится со временем, когда у человека, который работает, все больше и больше контекста проблемы, и ему там, что новому гению стоит, не знаю, там, две недели задачи, какой-то опытный человек может просто в момент тебе ответ дать просто правильный и все, вот, поэтому лояльность, я сам очень лояльный человек, я сам быстро начинаю там ненавидеть там врагов своих друзей и так далее, и того же ожидаю от друзей и коллег. Вопрос связан с ивентами, Evnictus проводит большое количество соревнований, бунни-билдеров, расскажи вообще как бы вот, как эта вселенная выглядит, соревнования, которые вы проводите? Так, вначале, для чего мы это делаем? Мы делаем это для наших тренеров и в целом для тренеров. Тренер в фитнес-рынке является фактором производства, очевидно, наверное, самым еще более важным фактором производства, чем тренажер, и поэтому Invictus, он такой изнутри культура trainer-first mentality, и начинали мы с таких соревнований, как битва 12 клубов, это между собой, раньше мы, когда сами еще масштаба не было, мы просто спонсировали как спонсоры чужие соревнования. Нам, конечно, как фитнес-индустрии надо было выбрать, а что мы вообще будем спонсировать, и ответ был очевидный, конечно, мы будем спонсировать то, где наши тренера и так участвуют. С этого началось, потом мы свои начали проводить, битву 12 клубов провели, и одновременно мы познакомились с промоутерами из Америки, которые этим профессионально занимаются, и с их помощью мы уже получили лицензии от крупнейших федераций мира, о том, что наши соревнования, которые мы проводим, являются лицензионными, откуда атлеты могут попасть на Мистер Олимпия. Это в мире бодибилдинга, как Олимпиада, как будто мы разыгрываем олимпийскую лицензию. В этом году будет 25 ноября, я не знаю, это будет после того, как подкаст выйдет, может, уже случилось к моменту выхода подкаста, и там у нас две лицензии в этом году. Это одна женская категория категория фигуры называется, и в мужской категории категория называется классик физик. И вот в классик физик, в про-турнире как раз участвует наш тренер тоже, его зовут Даррен, и мы хотим, чтобы со временем спортсмены из Казахстана, наши тренера участвовали в Мистер Олимпе. Это касается и мужчин, и женщин, и чтобы не было ощущения, что мы здесь какие-то левые, маленькие, чтобы все верили, что мы и американцы одинаковые. На каком уровне они? И потребуется, наверное, много итераций, прежде чем наши тренера, вообще спортсмены поверят в себя, и для них будет нормально пытаться готовиться к Мистер Олимпе. Вот тогда спорт бодибилдинга очень-очень сильно вырастет. И это работает, потому что стоит нам в каком-нибудь районе открывать Invictus Go, со всех других клубов тренера уходят и просятся к нам. например, если другие... Brand Power, да, уже есть? Для, именно, со стороны вот, как сказать, факторов производства, то есть на Supply Side не на Demand Side. И, например, если другие бизнесы в нашем сегменте жалуются, что, ой, там, тренера нестабильные, они уйдут, большая текучесть, у нас вообще нет этой проблемы. Кстати, вот к вопросу о франчайзинге, это тоже один из плюсов. То есть, когда наша франчайзи открывается, ему очень легко набрать команду тренеров. Ты являешься членом YPO, расскажи вот о неожиданных бенефитах для тебя лично этого участия. Для меня неожиданный бенефит это всемирная социальная сеть, называется YPO Connect, там 30 тысяч человек сидят, и, например, если ты хочешь в Нью-Йорке встретиться с экспертами из фитнес-индустрии, где ты их ищешь? Конечно же, в Линкедине ты им пишешь, они тебе не отвечают. А когда у YPO Connect ты находишь таких людей, ты им пишешь, они тебе отвечают за 24 часа. Отлично. Ты с ними потом быстро проводишь зум-колы, потом едешь, встречаешься, и уже, надеюсь, там какие-то... Это семья такая мировая, да? Это, возможно, да, это такое очень упрощает нетворкинг. Я вообще не нетворкер, я не люблю нетворкить, но как бы признаю необходимость и кажется, когда есть написанные правила, как это делать, это гораздо-гораздо проще делает. Потом очень много возможностей путешествовать, допустим, не знаю, в Аргентину вот путешествие было на двоих, где ты поиграешь на стадионе Boko Hariniers, где ты там поиграешь поло на каком-то там королевском этом, пойдешь туда-сюда и там, не знаю, 10 дней путешествий и все остальные тоже будут... А кто лезет с театром зачастую? Кто является организатором? Не знаю. Один из членов YPO или... Нет, у них прямо YPO Events и они зарабатывают на этом. И это путешествие стоило на двоих, допустим, я не помню, 8 тысяч долларов или 12 тысяч долларов. То есть, это в 4 раз дешевле, чем у Маргуланси Симбая, получается, в ВКО. Я понял. И вот таких путешествий полно. Например, есть путешествие на частном острове у Ричарда Брэнсона с Ричардом Брэнсоном. Вау. Там, конечно, он sold out, я waiting list стал, там не получилось. Или вот у меня жена вот сейчас подала. Жены тоже, кстати, участвуют в YPO. Это муж, жена, семейная организация. Завтра, кстати, будет семейный день. Мы с детьми едем куда-то, там у нас есть семейный офисер. Я не знаю, что будет, но вроде интересно. И вот жена, например, поступила в Гарвард на эксекьютив курсы через YPO Connect. Сколько членов в этой организации? В Казахстане 41, я 40-й был. 42, может, в мире 30 тысяч. 30 тысяч уже. Да. Замечательно. Рубрика топ-3. Твои три любимые книги? Я вижу, у тебя как минимум раз в квартал приходит 50 книг с Амазона. Из которых большинство для команды. Да. Там очень много про инвестиции, я их не читаю. Так, топ-3 книги. Ну, давай и по недавности, и по важности. По недавности ты тоже сам эту книгу читаешь. Закончил. Закончил. Это биография Илона Маска от Уолтера Айзексона. Мне кажется, он гораздо лучше его объяснил, чем предыдущие попытки были. Предыдущие попытки просто как история успеха. А здесь ты со всей кривизной его характера. И именно что делает его таким успешным психом, убийцей, инноватором. Ну, офигительная книга. И она и говорит нам о том, что мы слишком часто живем слишком легко. в зоне комфорта всегда живем. Как ты даешь обратную связь своим друзьям, критическую, друзьям, коллегам? Вот кто-то вот представим, это твой бывший одноклассник, и вы работаете уже 10 лет. не как Илон Маск, и не как Netflix. Так скажу, что, конечно, это не так легко, но в целом, в принципе, даю. у вас культура в команде такая честная, открытая. Да, То есть самое главное это результат, самое главное это не сказать, чтобы мы свои высокие стандарты ценности выдерживали, не гонялись за каким-то быстрой наживкой, если не продавали франчайзинг, если не верим, что сами бы туда вложились, да, тут тоже, и поэтому, да. Нет, я даю, естественно, не как Илон Маск, и вот вторая книга, ну, наверное, Competing Against Luck, пусть будет, Клайтона Кристенсона, хотя я все его книги люблю, но вот это мне прям помогло правильно сформулировать фреймворк Jobs to be Done, а это помогло мне правильно формулировать вопрос. Я считаю, что вопрос является самым важным фактором успеха. Это особенно видно, когда вот сейчас чат GPT появился. Чем лучше ты задаешь вопрос, тем лучше ты получишь ответ. И наш мозг очень похожим образом занимает, работает. Если ты правильно смог задать вопрос сам себе, да, то это прям один из самых, наверное, важных факторов успеха. И вот книга о Jobs to be Done учит найти правильный вопрос. Самый главный вопрос твоего бизнеса. И вот Jobs to be Done для Heroes Journey это как будто клиент нам говорит, помоги мне регулярно тренироваться. Все. Все остальное не важно. Какие технологии, как, что, все не важно. И мы работаем только, чтобы клиент регулярно тренировался. третья книга. Так, третья книга. Какую бы выбрать? Ну, да, пусть будет «Семь сил», «Seven powers» Хамильтона Хельмера. Отличный фреймворк, ужасная книга. Я вот эту математику вообще пропускал. Начиная с формулы, окей, идем дальше. Я же на экономиста учился, он же как экономист писал, но даже я скажу, как экономист, что это хрень. Да, И язык у него так себе. He's not very eloquent. Видимо, видно, что такое, математического склада ума. Ему очень важно было иметь четкие definitions, да? Ну, зато все четко. Очень четко, Стратегией является только то, что приведет тебя к пауру. Все остальное не стратегия. Это не стратсессия. Все. Отлично. Три книги, три фильма, документальных, художественных. Три фильма? Документальных, художественных. Что-то я фильмы перестал смотреть. Перестал смотреть, Ну ладно. А, только в самолете. В самолете как ты выбираешь там? Просто что-то новое? Ну, мне нравится выборка в Аэростане. Ага. Кто-то нормально работает. Какая именно категория? Новые релизы? И новые, и старые, да, и такие All Time the Best тоже. Ну, если для меня All Time the Best брать, мне всегда по жизни нравился фильм «Матрица», да, это, наверное, апеллирует к моему мышлению и вере, что мы живем в «Матрице», да. А еще всегда нравился фильм «Назад в будущее», это вот апеллирует моему вот «Adventure site», то, что путешествия, приключения и так далее. Вот, что фильмы и документальные фильмы, да? Можно пропустить, если. Документальные фильмы, не знаю, YouTube смотрю в основном, Asian Обедрика, там, миллион всяких, ну, познавательных контентов. Какие YouTube каналы смотришь, кстати? Кучу, кучу. Подкасты начал слушать в последние два года, наверное, только. Пять лет пришел к этому. Я уже пять лет назад знал, что надо подкасты слушать, но никак не мог. Вот, в принципе… Какие подкасты слушаешь сейчас? Ну, мы с тобой обсуждали уже, что Acquired, мой любимый подкаст. В принципе, Лекс Фридмана слушаю, если гости интересные. Джо Рогана крайне редко, но если Илон Маск пришел, послушаю. Эндрю Хубермана не так сильно люблю слушать. Кстати, правда, что вот у него вот это вот, я видел фотку с татуировками и такой вот там мышцами, это на самом деле Эндрю Хуберман? Не, он накачан. Невероятно накачан. Вообще же. Да и этот тоже. Необычный. Они все накачаны. Необычный для профессора в университете. И этот, они когда садятся с этим Джо Роганом, они там ялоп-ялоп обсуждают стероиды. И говорят, да, я ставлю, конечно, тестостерон, но зачем так много ставить? Я мало ставлю. Это на самом деле оба, короче, на стероидах. Да, да, да. Ну, ровно как и Марк Зукерберг, и как и Джефф Безос, и как многие-многие другие. А этот, как его зовут, Илон Маск на Азимпике, да, похудел? Да, да, сейчас Азимпик, по-моему, судя по всему, может повлиять на другие рынки тоже, потому что люди меньше кушают, да, ну, все прочее. Да, но это зависит, если 1% людей будет пользоваться Азимпиком, особо не это, Margin of Error. Это, это Маск популяризировал, да, после своей вот этой фотки заменитой, где он был? Нет, это популяризировало этот Ким Кардашьян, когда во время ковида резко похудело. Три инвестора, которые тебя восхищают. Инвестора? Да. Я, ну, ты встречался с многими из них. Да. Вообще, многие инвесторы, конечно, делали кучу ошибок, и ты осознаешь, речь, я сейчас вот про паблик-экуте инвесторов это говорю, но, поэтому, только опираясь на голые цифры, а в конце концов, наверное, это самое важное, то, конечно, результат Уоррена Баффета, это вряд ли когда-либо в истории человека будет повторен. Скорее всего, те неэффективности на рынке, которые существовали, когда он, раньше работал уже полностью исчерпанный, в том числе и алго-трейдингом, и искусственным интеллектом, вряд ли кто-то сможет компаундиться более 20%, более там 50 лет еще раз там в истории человечества. Поэтому, безусловно, он с Чарли Мангером, вот, но, с другой стороны, в данный момент времени я особо не ориентируюсь на него, все-таки человеку там 90 с чем-то лет, да? Чарли 100 лет в следующем году, ему 99, Чарли. Потом, кого еще можно назвать? Хималайан. Хималайан очень интересный, у него своеобразный подход, опять-таки, ошибки мы видели, он относится к своим портфельным компаниям, Лилу, как к дочерним компаниям. Он всегда говорит «our subsidiary». Он не говорит «our investment position». он говорит «our subsidiary». Он в них берет часто очень значительную долю, 10% может взять компании. Он работает с менеджментом, общается с менеджментом, узнает чуть ли до инсайдерской информации. Ну и он очень долго держит их. Он не ищет там какие-то, он ищет компании, у которых там прибыль растет из года в год, которые компаундятся там. И подход, конечно, очень дисциплинированный у него. Но и он делал ошибки. Например, он Facebook купил за 200 долларов, потом продал за 140, радовался, что избежал 90, но не дождался. А тезис-то правильный был изначальный. Ну или Билл Акмана, да, тоже можно назвать. Вообще плохое время было у него, хорошее время было. Netflix был, да, у него. Netflix у него, все-таки его тезис былся. только в этом квартале мы увидели, что его тезис былся. Почему не хватило ему терпения, он 3 месяца выйдет. А вот он, как только квартальный отчет после его позиции вышел, он сказал, идет в противоположную сторону от моего тезиса. И да, там же были сигналы, что действительно там либо субскрайберы уменьшались, либо они перестали расти, тогда его тезис о операционном леверидже не работал. Но тут же нужно было понимать, в каком моменте мы находимся, сделает ли там Netflix что-то. Плюс у него уже была большая инвестиция в UMG, и он поднимался в subscription бизнесы, что как важен этот каталог и все прочее. То есть контент бизнес, у него как бы была экспертиза. Да, в этом плане BeLikeman конечно интересно. Но Google для него классно сработал конечно в этом году. 50% плюс. Ну и кстати Гималайя тоже в Google в конце концов вложился больше чем в Мету. У тебя было фотографии вылетело имя его очень известное. Райан Эйнхорн да? О да, Эйнхорн который еще профессиональный покер-игрок. какие впечатления от встречи с ним? В чем его подход? Он больше вот у меня партнер по инвестициям Джон. Он восхищается им. Он очень детально глубоко лезет в анализ компании. То есть он лучше всех может лучше чем CFO компания знает как они третят там по IFRS какие-то амортизации правильно ли там это аллоцируется и у него подход такой long short примерно 200% портфель long positions где-то 120 short positions 80 то есть они прям hedge fund hedge fund на короткие периоды у них long short но долгие да прям такой short наверное на год а long на очень долгие периоды у него там конечно есть фантастические в этом году они хорошо то есть year to date у них в этом году 23% при S&P 11 то есть они прям мощные они очень сильный бет сделали на энергетику о том что зеленая энергетика переоценена традиционная энергетика все еще нужна и из них там больше всего они вообще сделали в уголь они сказали америка слишком рано начала ненавидеть уголь уголь нужен и они там купили компанию консоль energy которая у них там не знаю 3x сделал в этом году вот с другой стороны вот помнишь историю когда он шортил теслу и илон маск конечно тролль 80 уровня что он сделал во первых ну тут первый раунд проиграл айнхорн проиграл первый раунд ну вот где-то 2020 21 когда вот тесла сильно выросла в цене айнхорн по-моему опять инициировал то ли шорт или публичные дебаты начал с илон маском в твиттере где он спрашивал вернее аргументировал что у вас вся прибыль это из-за зеленых кредитов которые у вас GM покупает и вообще я не понимаю почему у вас отличается там delivered cars produced cars recognized cars что-то у вас с revenue recognition не так что там такое и этот илон маск специально так эвэйзивли отвечал возможно он хотел чтобы тот больше шорт позицию чтобы и доказал его да еще так и он ничего не отвечал публично илон маск он специально такие ответы давал что еще больше заставлял тебя поверить что он мошенник какой-то то есть там аргумент был в том что еще там знаешь cfo уходят в этот период из теслы и там вообще похоже было что в тесле какой-то там financial fraud идет то есть вводят инвесторов в заблуждение но оказалось нет все правильно и просто они в следующем кортерли результ объяснили вот эти аномалии но в тот момент не объясняли специально не объяснял и он нас все может рассказать но вот айнхорн он хотел чтобы айнхорн видимо больше фишек на стол положил чтобы забрать у него руку да такой неожиданный вопрос который мне только сейчас пришел в голову три на твой взгляд самых недооцененных предпринимателей в мире или в казахстане давай начнем да кстати давай и то и другое окей то есть их ну да просто три самых недооцененных предпринимателей блин многие предприниматели хорошо оценены да но вот допустим я могу сказать Марк Зукерберг вы скажете как он же вроде хорошо оценен америка его ненавидит считает его либо роботом либо там дьяволом либо там сволочью которая ворует их данные но Америка при этом ненавидит тикток это настолько непоследовательность мышлений а вот тикток то реально ворует их данные тренирует свои алгоритмы чтобы еще лучше понимать настроение тикток сейчас может повлиять в любую сторону в любом политическом вопросе если им нужно было чтобы народ поддержал в Америке Израиль они бы сделали бы это если бы им нужно было чтобы весь народ поддержал Палестину они бы сделали это поэтому это такой большой риск для Америки и они должны были радоваться что данные людей со всего мира хранится у американской компании у Фейсбука и вообще для них это лучшее что могло там произойти да поэтому я думаю что они недооценивают вообще то что им повезло что вообще-то Фейсбук это американская компания и для них это большой плюс Безоса тоже сейчас ненавидят да американцев кстати ненавидят да ну да судя по комментариям которые все читают да это и все вся критика одинаковая там миллиардер против профсоюзов миллиардер там да не доплачивает сотрудников похоже аргументы есть против Илона Маска да да миллиардеры сейчас в Америке не в этот в общем-то не не в фаворе не в фаворе да вот Марк Зукерберг мне кажется его сильно а так если посмотреть его историю он всегда все делал правильно он смог мобильную революцию пережить когда вот считал все Фейсбуку капут да 12-й год даже если у них есть приложение у них нет монетизации внутри приложения и вообще-то рекламу внутри приложения Фейсбук ставить очень некрасиво помнишь маленькие айфоны были да и там действительно реклама не очень хорошо смотрится у него был неправильный бест в HTML5 но он его в 12-м году быстро понял ошибку и сделал нативное приложение и на iOS и на Android то есть да он даже если ошибается он быстро корректирует да и кстати с метаверсом также да сейчас очень много людей уволил да даже если с ТикТоком ошибся Рилс все-таки смог создать несмотря на все это вот но в целом как бы уже возникло ощущение что в какой-то момент в 21-м году Фейсбук стал слишком большим слишком неэффективным все продуктологи там делали йогу на крыше Джон Кармак сказал все я ухожу да меня не слушает я ему сказал не делать это он все равно сделал да и ну как будто он реагирует хорошо на критику на ошибки и исправляется это прям классно хороший пример хороший пример три ценности три цитаты которые близки тебе по стилю может быть три культурные ценности три не знаю я прям если честно не это ну может быть вот представим что тебе или там офис твоей компании какие бы посты вы там повесил бы мне иногда эти цитаты в моменте приходят когда я кому-то что-то хочу сказать все-все понятно но вот в последнее время такая цитата была что-то типа magic you are looking for is in the action you are avoiding ааа слышал такое? нет не слышал да вот именно то чего ты избегаешь если ты это будешь делать то ты на следующий уровень развития выйдешь и если так подумать действительно же все вот эти вещи мы знаем что мы избегаем там фитнеса мы избегаем там сесть и наконец-то сделать там но если ты их сделаешь это и есть то что выведет тебя на следующий уровень такой страх это есть если его преодолеть это и есть такой следующий мультиплеер да три города для жизни не для туризма а вот именно для жизни Слушай, вот интересный тайминг вопроса, вот утром ты сказал, да, то, что такие неприятные вещи случились, да, это действительно так, но если по большому счету посмотреть, мир оказывается не такой хороший, как мы думали. И мы реально жили после развала Советского Союза в каком-то периоде мира, когда мы поверили, что вот либеральный гуманизм взял верх, то, что теперь все будет хорошо, то, что вот оказывается нет, оказывается это такой, это grand scheme of things вообще в истории человечества, это короткий период был всего лишь. И с учетом всего этого, с учетом всей лжи, которые вот, ну кто в Америке может стать президентом? Посмотри на, что там Вивек говорит. Президентом может стать человек, кто готов бессовестно врать просто, убежденно, грамотно врать. Американская там позиция по Израилю, да, я согласен, что 7 октября то, что случилось, это ужасно. Я вообще сам всегда такой немножко произраильский был, типа вот молодцы, классная страна. Но я, оказывается, не знал, что Палестина в таких условиях жила, да, и Америке делать то, что она просто карт-планш дает, типа делайте, что хотите, это кажется не самое лучшее. Да, и столько ужаса творится в мире, и тут начинаешь понимать, что вообще-то мы не так плохо живем, и вообще-то Алматы не такой плохой город. Вообще-то у нас вообще в Алмате все есть. Осталось аэропорт нормальный достроить, но ТЭЦ запустить, да. В принципе, все есть. Все там мировые доставки ресторанов, Вольт, Глово, Чоко, Яндекс, такси, Яндекс, самокаты есть, интернет есть. Книги с Амазона тоже можешь заказать. Книги с Амазона можешь заказать, да. На подкаст можешь сходить, Армана Сельменова. Пробки. Вот это три проблемы, да, были, это аэропорт номер один, воздух номер два, и вот эти два решаются, а вот пробки не решаются. Пробки это прям вообще. И, ну, понятно, как решить, да, пробки. Нужно не одну ветку метро копать, а одновременно пять. Это такая социально-экономическая проблема, да, на пробке еще там же, ну, там много слоев. Да, да. У меня эта такая глупая мысль, не глупая такая, знаешь, идеалистическая, если бы там у меня было бы состояние там в 10 миллиардов долларов, я бы 3 миллиарда долларов потратил бы, чтобы Алмате метро подарить. Да. Ну да, это просто. Говоря про Алмату, три твоих самых любимых ресторана в Алматы. А, ты же сказал три города? Да, да. Я сказал Алмата. Мне нравятся остальные, это Лондон, Нью-Йорк. Лондон я учился, мне, в принципе, вообще минусов мало в Лондоне. Единственное, вот, ну, англичане, они такие не очень nice people, не очень инклюзивные, ты всегда себя чувствуешь, ну, как сказать, приезжим. Но вот недавно, поехав туда уже как бизнесмен, уже уверенный в себе человек, ты уже думаешь, блин, нафиг мне их аппрубовал, я сюда приехал консюмить то, что мне нужно, да. Ну, а Нью-Йорк, нет, Нью-Йорк, это такой культурный микс всего, это как в фильме Джорджа Лукаса, какие-то планеты же есть, Татуин, там, где бары, да, где там сидит Слизняк, сидит там этот, сидит. Нью-Йорк такой же, да? Такой же персонажей. Столько всего, мусор так лежит красиво, запахи такие, и всё это делает его Нью-Йорком. Прям классный город, понятный для меня, более понятный для меня, чем остальная часть Америки. Давай назовем твои любимые рестораны вот в этих трёх городах, Алматы, Лондон, Нью-Йорк. Рестораны? Я Нью-Йорк, Лондон, если честно, по ресторанам как ходишь, ты туда приезжаешь, там, идёшь в очевидные места, типа Амазоника, там, не знаю, короче, так мало времени, что ты идёшь просто вот в очевидные места. В Алмате, если назвать, Дель Мар, был там? Был. Супер мало людей. Мало продукты. Супер недооценённые. Чем они тянулись? Кухню они делают. Качеством просто, качеством ингредиентов. Второй – это турецкий ресторан «Зиафет», который находится за гостиницей «Казахстан». Другие филиалы, не знаю, вот там, вот насколько турецкая кухня может быть хорошей, вот она там такая, трудно представить её ещё лучше. Мне так кажется. Это раз-два. И хани-хани. Хани-хани за консистенцией. Сколько бы лет ни прошло, держит качество. Конечно, есть минус. Вот этот консистенцией в мышлении, видимо, их шеф-повара означает, что ни одно блюдо новое в меню нельзя вводить. И официанты тоже говорят, да мы ему говорим, он не вводит, он отказывается, но зато ты знаешь именно, что ожидать там. И очень высокое качество ингредиентов. Твои три главных источника энергии. Так, три главных источника энергии. Но я попытаюсь угадать, одна из них – это любимая работа, вторая – это спорт. Да, 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 работа. Сама работа является источником энергии. Спорт тоже является, но её ты не сразу чувствуешь. Наверное, где-то пару недель надо позаниматься, прежде чем он станет источником энергии. Потом надо как-то не потерять. Третье – путешествие, наверное, особенно с семьёй. То есть есть, хотя нет, любые виды путешествий. Сколько у тебя обычных поездок зарубежных в год в среднем? Больше 12? Да. С лёгкостью? Да. Ну, 15, наверное, 20. Твоя мечта? Карьерная? Моя мечта – первое – довести вот эту одну компанию, над которой я сейчас работаю, Heroes Journey, до какого-то IPO. То есть сделать там сеть в Америке, франчайзинг сделать. Сделать это так, чтобы у меня ещё на один проект времени осталось. Сделать там ещё один проект, наверное. Потом мне хотелось бы на пенсии, ну, не на пенсии, там, после 60 лет быть венчурным инвестором. Почему не сейчас? Почему ты не хочешь это распорядизировать? Я потому что предприниматель сейчас. То есть я мог бы быть венчурным инвестором, но это немножко противоречит тому, что я сам потом иду к венчурному инвестору и говорю, дай мне денег. Ну и последний вопрос. Один месседж, который ты хотел бы, чтобы люди запомнили с этого эпизода. Ты можешь повториться. Да. Я тогда хочу адресовать это бизнесменам. Я хочу, чтобы традиционный бизнес начинал изучать стартап-теорию для того, чтобы не делал бизнес, потому что увидел, что такой бизнес есть и скопировал его, а пытаться понять проблему, пытаться её решить. И если вот из такого мышления исходить, то, я думаю, продукт получится другой. С какими-то твоими идеями. И когда вот ты впервые почувствуешь, что ты такой продукт делаешь, это будет самая интересная вообще вещь в жизни, которую ты делал. Это будет гораздо интереснее, чем просто бизнес ради денег. И это вот основное, да? То есть я хочу, чтобы... У нас вот люди неправильно понимают слово стартап. Например, видел, нет? В социальных сетях там Trust Me компания есть, основатель на Digital Bridge спорится с Михаилом Ламтадзе. О, я слышал про эту полемику, но я не видел. Там он говорит, что мы хотим стать первым казахстанским единорогом. Он говорит, ну мы же уже первый казахстанский единорог. Он говорит, ну вы же банк. И вот потом он это выложил у себя в социальных сетях. Михаил или... Вот этот парень. И там Чингис его зовут. И там начались комментарии, и он, ну как бы, понятно, что это его фолловеры. И там люди говорят, да какой этот стартап Каспи? Это же банк. Если бы не там Сатабалда, если бы не банковская лицензия, если бы не это, это самое большое заблуждение, наверное, которое я видел. Безусловно, это стартап. Потому что все то, что сделала Каспи тем финансовым финтеком, кем он является сегодня, это только стартап-теория. Это все описано. Как это делать уже есть. С другим мышлением так не получилось бы. С банковским мышлением тем более так не получилось бы. И стартап – это не обязательно компания, у которой ничего нет. Например, Джефф Безос до 2021 года, пока он был CEO, говорил, мы стартап первого дня. То есть он свою компанию, где миллион двести человек работало, там 500 миллиардов почти выручки, назвал стартапом. Так почему наши люди боятся компанию назвать стартапом? И я считаю, что компания должна с гордостью переименовать себя в стартап для того, чтобы сделать следующий, как сказать, рывок. Потому что стартап – это не размер компании, это мышление. Да, мне кажется, это был хороший бы эпизод, отдельный ему сейчас в голову пришел, а разбор, как Каспий дошел до того, где он сейчас. То есть там действительно как будто все по полочкам разложено. То есть и все в правильное время, в правильный момент. И теперь они наслаждаются вот этими всеми, то, что называют моутс вокруг своего бизнеса. И могут одним взглядом убивать бизнесы, просто заходя на этот рынок новый, потому что у них уже есть дистрибуция. И самое главное, их любит потребитель, их любит бизнес. Но не весь бизнес его любит. Если у тебя бизнес не дифференцированный, то есть ты продаешь такой же продукт, который продается в следующем магазине, например, ты продаешь айфон, то тебе лучше, чтобы Каспий не было. Тебе лучше, чтобы ты мог рекламировать свой бренд и из-за твоего бренда приходили к тебе покупать. Но так не получится. А вот если у тебя дифференцированный продукт, и у тебя есть бренд, который может сам по себе, ты можешь переложить комиссию Каспий на потребителя. Заключительная рубрика – это вопрос аудитории. Что бы хотел спросить? Значит, за лучший ответ мы подарим месячный абонемент в Инвиктус Астана или в Инвиктус Саду или в Heroes Journey на ваш выбор. И, внимание, вопрос. Как решить проблему с пробками в Алмате? О, неожиданно. Спасибо, спасибо. А как будем голосовать? Ну, это на твое, на твое, на твой, на твой выбор. Там обычно у нас люди тоже голосуют обновляют в Ютубе, но, наверное, можно... В конечном итоге на мой выбор. Да, на твой выбор. Хорошо. Вот и мой вопрос. Илья Сетаев и Факториал Podcast Be So Good, We Can't Ignore You. Субтитры создавал DimaTorzok